Доброе утро! Ну, еще раз мы приветствуем вас на нашем вебинаре. Наш вебинар посвящен сегодня новинкам 15-го релиза Bittrex управления сайтом. Проведем мы сегодня его вдвоем. Я, Олег Стракат, руководитель отдела тестирования и Юрий Волошин, руководитель отдела продукт-менеджмента 1S Bittrex. Юрий, привет! Здравствуйте! Приветствую! Да, так, в 15-м релизе мы взяли курс на бигдату. Также этот релиз был посвящен снова интернет-магазину. Сегодня мы в нашем вебинаре расскажем про что? Юрий, про что расскажем? Про сервис «Скорость сайта». Еще про что? Перечисляй, перечисляй. Мы расскажем про бигдату, фасетный индекс, шикарный фасетный индекс. Да, расскажем немножечко про интернет-торговлю, про новое местоположение, про контекст и конверсию при работе с Яндексом и Гуглом. И попробуем успеть показать новый диалог выбора товаров. Так, я не сказал, как будет у нас проходить вебинар. Да, вебинар у нас будет проходить традиционно. У нас будут некоторые части, то есть содержательная со мной часть. Мы разобьем его так, как я перечислил. В конце каждого блока вы, пожалуйста, пишите ваши вопросы во вкладку «Questions». Я ее показывал вам ранее. Так, ну что, с чего мы начнем, Юрик? Мы, наверное, начнем, пожалуй, со скорости сайта. Ну, ни для кого не секрет, что в современном интернете скорость сайта работы важна. Это банальная прописная истина. Во-первых, это приятно для ваших пользователей, что сайт просто быстро открывается. А во-вторых, Юра, у поисковых систем… Во-вторых, я тебе могу сказать, что зачем нам скорость сайта, если уже существует дофига сервисов, которые делают эту скорость сайта. Они стоят в серверах каких-то странах, городах, и они делают замеры этой скорости сайта. Зачем вы делали свою скорость сайта? Да, хорошо. Если не ошибаюсь, то у поисковых систем есть какое-то требование, да? То есть по скорости отклика сайта. Кстати говоря, у нас уже были какие-то разработки по увеличению скорости сайта. Ой, прошу прощения. Что у нас было? Это был композитный сайт, он совсем недавно появился. Технологии кеширования, естественно, автокеширование, HTML кеширование. Не так давно также у нас было сжатие и объединение CSS и JS. Мы у себя интегрировали работу CDN. У нас появился инспектор сайта. Но нам не хватало какого-то инструмента, Юра, для того, чтобы замерить нашу скорость сайта. Вот как раз на твоей картиночке инструмент такой, который замеряет от серверов. Ты хочешь сказать, что вы выпустили такой же инструмент, как уже существует очень много на рынке? Нет. Как мы размышляли? Мы хотели поставить три сервера в разных точках земного шара и с них пулять ваш сайт, то есть опрашивать его. Смотреть скорость ответа. Но мы подумали, что это будут не совсем достоверные данные, потому что мы, естественно, выбрали бы сервера какие. Но, конечно же, хорошее, с хорошим каналом, чтобы все работало быстро. Поэтому... Как делает большинство компаний, которые предоставляют скорость сайта. Совершенно верно, да. С точки зрения компании работает все офигенно, зашибись, и проблем, собственно, нет. Мы решили пойти по-другому, Юра. Мы решили опрашивать пользователей вашего сайта. То есть мы замеряем время открытия страницы у самого пользователя, да. И, собственно, так появился у нас облачный сервис «Скорость сайта». Ну, я кратко лишь расскажу, что он бесплатен. Давай, подожди, прежде чем ты будешь рассказывать про сам сервис, я скажу небольшое определение вообще скорости сайта. Как мы подразумеваем скорость сайта? Скорость сайта – это комплексный показатель комфортности работы с сайтом для посетителя. Что учитывает этот показатель? Он учитывает качество разработки сайта, качество хостинга, доступность сайта по сети. И рассчитывается для тысячи посетителей твоего проекта. Вот как, да. Скорость сайта – это фактически показывает, как быстро отобразится ваш сайт для этих посетителей. А теперь давай немножко про сервис. Слушай, шикарное определение, да. Ты, наверное, хочешь нам показать его, да? Ну, давай, посмотрим. Да, сейчас я, подожди, сделаю тебя, сейчас тебя сделаю презентером. Это буквально вот уже сейчас, окей. И теперь у тебя сейчас должен быть… Ага. Сейчас я посмотрю. Я тогда микрофон переключился. Да. Коллеги, пожалуйста, еще раз поставьте плюсики, что вы нас слышите. Мы переключили микрофон. Да, вот я его раз слышу. Да, большое спасибо. Ну, Юрий, давай. Показывать я буду скорость сайта, самой страницы скорости сайта. Где она находится? Она находится в настройках, в разделе «Производительность». Здесь появился новый пункт «Скорость сайта». Это уже доступно всем клиентам, и вы можете отслеживать. Она включается автоматически. Про это еще Олег скажет потом чуть-чуть позже. Включается автоматически, и вы сразу же можете увидеть скорость вашего сайта. Скорость определяется в зависимости от количества посетителей вашего проекта. Если у вас на проекте всего до сотни человек в сутки, то чтобы набрать тысячу посетителей, фактически вам нужно 10 дней. Если у вас на проекте достаточно большая посещаемость, то данная скорость будет обновляться достаточно быстро. Вот как раз продемонстрирована скорость для одного из проектов. Давайте попробуем переключиться на другой проект, который есть на этом же ключе. Скорость сайта чуть-чуть увеличилась. То есть для разного проекта в рамках даже одного ключа вы можете отслеживать ее как бы уникально, независимо от другого проекта. И давайте перейдем на еще один проект, где скорость сайта немножко хуже. Здесь скорость сайта очень как бы не удовлетворяет меня как владельца данного проекта. Все проекты предыдущие, которые я показывал, были очень быстро, здесь быстро. Из чего вообще складывается данный показатель? Данный показатель складывается из вот таких вот внутренних структур. Это скорость ответа вашего DNS сервера, это определение вашего домена, это загрузка и подключение, вернее, к серверу, это ответ от сервера, загрузка самой HTML страницы, обработка этой страницы и отрисовка страницы. Вот эти графики, которые показываются на скорости сайта, могут сказать, какая страница загрузилась с какой скоростью. Также здесь показано, загрузилась ли эта страница в композитном режиме или загрузилась не в композитном режиме. Вот на данном графике видно, что основная доля страниц загружена была в композитном режиме и лишь одна страница загрузилась не в композитном режиме. На вот этом проекте как раз, это такой достаточно тяжелый контентный проект, там очень много больших картинок, очень качественных картинок. И чтобы справиться с нагрузкой, вообще, когда начинался этот проект, он показал при создании вот этого скорости сайта, показал, что сайт работает медленно. То есть я всегда считал, что мой проект достаточно быстрый, мой проект достаточно с хорошей скоростью дается клиентам, он стоял на хорошем сервере, но оказалось, что для моих посетителей проект медленный. Какие шаги я делал, чтобы сделать проект быстрым? То есть он еще пока не доведен до очень быстрого, я сейчас объясню почему. Начинался он с проекта с медленного. Сервер находился за границей. Простой перенос сервера с заграницы в Россию дал 0,6 секунды выигрыша. То есть это показатель подключения к серверу. Вот этот вот желтенький показатель, которого у меня фактически не видно. Но давайте, чтобы его немножко стало видно, я отключу все остальные показатели. Юр, я тебя немножко перебью. Прось бы чуть-чуть помедленнее вводить мышкой по экрану, потому что у нас там пляшет. Хорошо, договорились. Вот, подключение к серверу. Это показатель, где находится ваш сервер. При каждом запросе каких-то данных сервера, картинки, HTML-страницы или каких-то данных сервера, идет запрос к этому серверу. И в данном случае мой запрос обрабатывается фактически за 0,04 секунды. И дальше работает уже ответ сервера, который за 0,25 секунды происходит. Когда сервер стоял за границей, данный ответ суммарно занимал не 0,2 секунды, как в данный момент, а 0,6-0,7 секунд. 0,8 иногда даже было. И фактически переехав в Россию, данный показатель у меня был улучшен смедленно, я перепрыгнул в небыстро. Дальнейшими моими действиями по улучшению были подключение внутренней технологии сжатия. Она у меня была не включена, JS загружались по отдельности, а JS на проекте достаточно много, они загружались поштучно. Соответственно, загрузка вот этих JS файлов и обращение к каждому JS, это инициирует запрос к серверу, вот эти 0,6 секунды. Включив сжатие JS и CSS, я выиграл еще где-то 0,4-0,5 секунды и более-менее подходил к быстро. Чтобы довести до такого состояния, как быстро, мне пришлось фактически включить на сервере, сменить на сервере самописные компоненты на битриксовые чистые компоненты и перейти в этот показатель. Чтобы дальше увеличить скорость, нужно просто включить композитный режим. Чтобы сделать не вот такую быструю скорость, я фактически вчера просто отключил композитный режим, чтобы у меня скорость немножко подросла. Композитный режим сейчас в данный момент опять включен. И к вечеру у меня скорость опять будет очень быстрая. То есть последний вот этот режим, чтобы дойти до быстрой, это просто включение композитного режима. Но на данном проекте есть еще другие проблемы. Если вот здесь включить показ всех графиков, у меня очень много вот этого вот фиолетового. Это фиолетового обозначает, что обработка HTML-страницы достаточно медленная. Она иногда в пике достигает 1,6, 2,2,2,2,4 секунд. Это работает медленный JS. И можно, подведя курсор, предположим, вот к этому пику, увидеть, что данный пик произошел на конкретной странице. Что вот этот товар, эта конкретная страница была отрезована за 2,1 секунды. И нужно что-то сделать с JS на данной странице, чтобы страница работала достаточно быстро. Я потихонечку веду работу. Я выиграл за последнее время 0,1 секунды. Но я считаю, что это мало. Я хочу без композитного режима попытаться дойти до 0,5 секунды, чтобы при композитном режиме я вообще ушел близко к нулю. Вот такой вот сервис скорости сайта, который дает возможность вам изучать ваш сайт, видеть, какие проблемы у него существуют, смотреть, какие страницы у вас медленные. И, соответственно, принимать меры, чтобы сделать их быстрыми. Юрий, спасибо. У нас есть несколько вопросиков. Вот не знаю, касается ли это сейчас скорости сайта. Но, первое, подскажите, как из списка доменов убрать чужие домены? В списке доменов, как таковых чужих доменов нет. То есть, если вот взглянуть на мой список, он показывает те домены, которые работают на данном ключе в данный момент. Чужим доменом, например, является ttest.bx24.net. Это тот домен, который, может быть, на локальной машине у вас стоит для какой-то разработки, еще для каких-то вещей. Сюда же могут попадать домены, которые используются, например, поисковыми системами. Или ваш сайт взяли в фрейм и где-то показывают. То есть, часто бывает так, что каталоги каких-то магазинов показывают в виде фрейма, чтобы нагонять рекламу. Я сталкивался со своими проектами, и нужно как бы пытаться что-то сделать. В основном, если у вас все стоят последние обновления, здесь чужих доменов быть не может. Здесь должны быть только те домены, которые активированы на вашем ключе. Да, но вот как раз Михаил пишет, что там появляются домены прокси-сайтов. Прокси-сайтов домены будут появляться по-любому. Это вот как раз-таки та ситуация, когда ваш сайт либо проксирует через что-то и в фрейме показывают. Значит, ваш каталог популярный, и кто-то пытается на вашем каталоге просто заработать. Спасибо. А вот еще Татьяна спрашивает, когда поисковик определяет скорость сайта? Он берет скорость без композита? Нет, как раз-таки сам поисковик в основном скорость замеряет не полной загрузки страницы, а вот как раз до вот этого этапа, когда страница отобразилась для клиента. Фактически он замеряет скорость композитного режима. Яндекс на нашей презентации один раз обмолвился, что они для себя принимают за максимальную скорость отображения 0,7 секунды. Это, конечно, как бы не официальная информация, но они обмолвились, что 0,7 секунды является оптимальной скоростью загрузки страницы вообще в каком-то вот режиме, когда человеку страница отдалась. Если вот видеть на моем экране то, что стоит 0,61 секунда, то есть я даже без композитного режима, в принципе, вхожу в этот показатель, скажем так. Ага, хорошо. А у Google какие-то есть требования? Google не озвучивал, но не гласно, они чуть выше. Они дают 1,2, 1,1 секунду дают. Откуда такие данные, спрашивают? Ладно, спрашивают, почему на сайте тортик39.ру не включен CDN? Объясняю, почему не включен CDN. Да, вот этот хороший вопрос, забыл про него сказать. Так как проект используется для Калининграда, а в Калининграде у CDN Video, который мы используем, нет серверов в Калининграде, то включение композитного режима наоборот увеличивает скорость для моего проекта на 0,2, 0,3 секунды, даже надо на 0,4, потому что как бы все данные, получается, гонятся через какой-то промежуточный сервер, который находится достаточно далеко. А мой сервер в данный момент стоит в Питере, и у нас очень хороший канал на Калининград, на этого провайдера, и, соответственно, проект очень быстро открывается без этих вещей. То есть вот включение любого вот этого режима как раз-таки можно отследить на скорости сайта. Вы включили CDN, видите, что есть улучшение? Отлично, в вашем случае CDN сработал прекрасно. Если у вас магазин, например, работает там где-то в Сибири, и в Сибири стоит точка обмена трафиком, то для ваших клиентов это будет намного быстрее, если сервер, например, ваш находится в Москве, и туда будут люди обращаться. В моем случае оказалось это невыгодным, я его отключаю. Спасибо, Юрий. Вот еще у нас время еще есть, да, поотвечаем? Да, да, да. Сергей нас спрашивает, смотри, монитор производительности на этом проекте сейчас показывает 41, там сколько у тебя? Да, 41,94. Да. 30 – это эталон для сервера с одним гидромом, процессор, да, и 256 мегабайтов памяти. А как рассчитывается этот индекс, и какая применяется шкала? Какие у нас есть данные? То есть сколько нормально для производительности, для производительного сервера вообще? Вообще, на самом деле, вот мой сервер вообще не производительный. Это серьезно, это очень слабая машина, это выделенный сервер, но это очень слабенькая машина. Самый низкий тариф на SelectL, то есть я охочусь на SelectL, пусть немножко рекламой будет. Это питерское отделение SelectL. Скорость сайта… Ты еще сейчас тарифы озвучил. Нет, тарифы я озвучил. Приложи ссылку сейчас. Да, и пусть они мне сделают бесплатный хостик, да. Ну, тариф достаточно щадящий. Машина достаточно совсем непроизводительная. Там стоит стандартный не серверный процессор, там стоит 4 гигабайта оперативной памяти всего. И единственный плюс, который есть на этой машине, это SSD-диски, которые там стоят. Все остальное достаточно слабо. И показатель в районе 30-40 – это хороший показатель для сервера. Иногда бывает так, что даже очень мощная машина дает всего 30-40 показателей. От чего это зависит? Мы сильно смотрим на скорость работы винчестеров. Мы сильно смотрим на скорость работы процессора и оптимизацию самой настройки самого сервера. У меня сервер стоит на нашем окружении, все как бы оптимально. И, соответственно, мой показатель даже на слабом железе – 41.94. Да, коллеги, извиняюсь за опоздание. Коллеги, ничего страшного, рады, что вы с вами. Дальше еще один вопрос. Есть ли какая-то возможность проверить, близко ли находится CDN, то есть что-то вроде какой-то карты, или только опытным путем, то есть включать CDN, замерять? Самый простой вопрос. Во-первых, вы не знаете, где ваши клиенты находятся очень часто. Даже если заказы идут с каких-то областей, не значит, что ваши клиенты находятся в этом городе. У меня, например, очень много клиентов на этом проекте, который на экране, очень много московских клиентов, которые заказывают, например, тарты для подарков в Калининграде. Соответственно, получается так, что вы не можете точно определить, где ваши клиенты. И лучше всегда их делать экспериментальным путем. Включили, отследили тысячу показателей последних. То есть если у вас, например, 200, 300, 400 человек в сутки приходят на проект, значит, там 2-3 дня вам понадобится, чтобы отыграть. Вот на этом проекте где-то в среднем около 600 уников в сутки, от 200 до 600 уников в сутки. Соответственно, мне, чтобы полностью обновить весь показатель, 1000 единиц, мне нужно где-то 2-3 дня. То есть вы держиваете 2-3 дня, смотрите, а упало, значит CDN вам не помогает, для ваших основных клиентов он не нужен. Отключаете, смотрите, что показатель уменьшился. Так, у нас еще есть 2 минутки, когда мы перейдем к следующему блоку. Давай еще на парочку вопросов. Монитор производительности как-то влияет, или все-таки работа сервера влияет больше? Монитор производительности показывает более-менее честный показатель мощности вашего сервера. То есть он показывает оптимизацию настройки. То есть вот я говорю еще раз, на моем слабом железе, я ничего не настраиваю, используя стандартные вещи от Bittrex. То есть у меня стандартное окружение стоит на сервере, все стандартное. Я добиваюсь показателя в 41.94. Причем этот стандартный показатель был сделан под нагрузкой. То есть сервер работает для кучи проектов, плюс мы на нем же еще и наши тестовые установочки не отгоняем. И он как бы справляется. А вот скажи еще, последний вопрос. Много вопросов. Какой процент скорости теряется, если показатель производительности меньше 10? Есть у вас какие-то данные? Ой, сильно теряется. Если меньше 10, вот у меня был такой показатель, я когда пытался запустить все это дело под MS-сервером. И там все было грустно. Понятно. Слушай, ну еще один, хорошо, хорошо, еще один. Хостеры часто уверяют, что монитор производительности сервера ошибается. Он ошибается. Если включен акселератор на сервер. Нет, вот акселератор никак не влияет вообще на показатель на этот. Ну как он влияет, но он опосредованно влияет. Скорее другие показатели больше влияют. Больше влияет скорость процессора, скорость винчестеров, скорость каких-то еще данных внутренних, оптимизация сервера. Но в принципе это не линейный такой показатель. Не значит, что если он показывает там 10, не значит, что у вас там машина совсем плохая. Может быть просто монитор ошибся и действительно некорректно определил. Особенно это при виртуализации может быть. То есть когда это не чистый сервер, не чистое железо, а какой-то там порезанный сервер на виртуализации. Да, и вот, кстати, я включил слайдик, он, наверное, сейчас вам должен быть уже виден. Я на себя переключил, да. Что мы благодаря этому сервису, скорость сайтов, мы узнали, собственно, что большинство сайтов, сколько, 70%, да, получается, работают либо быстро, либо очень быстро. И самое главное, что дал этот показатель, когда мы начали его измерять, а когда что-то измеряется, оно начинает улучшаться. То есть я увидел, что мой сервер работает не быстро и даже медленно, и начал, естественно, делать какие-то шаги, чтобы перейти в категорию вот очень быстро или хотя бы быстро. Да, внесли такой мотивирующий фактор. Ладно, коллеги, давайте продолжим. Я включаю микрофон на себя. Да, Юрий, включаю, спасибо. Мы сейчас продолжим. Да, вот этот слайд мы уже только что рассказали. Биг дата. Биг дата. Что такое биг дата? Ну, у нас есть какое-то определение, если не ошибаюсь, биг даты, да, Юра? Биг дата – это серия подходов, я прочитаю, коллеги, я прочитаю. Это серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и не структурированных данных огромных объемов для получения воспринимаемых человеком результаты. У нас было какое-то свое определение, я его уже не помню, возможно, Юра, ты, может быть, не помнишь, да? Ну, да. Хитрый. Вот оно и есть. Поэтому биг дата, в нашем понимании, это облачный сервис для обработки больших объемов информации. В данном случае информация является информацией о клиенте и информацией о том, что он приобрел. Ничего не понял, давай лучше на картиночках покажем. Совершенно верно, правильно, да. Итак, представим, что у нас есть интернет-магазин. И к нам, естественно, пришел наш первый клиент. Он купил телефон, чехол, ну и здесь я вижу, что есть переходничок. Все хорошо. Давай не будем переходить ко второму клиенту, я немножко добавлю. Тем самым он обучил систему, сказал ей, что к этому телефону подходит 100% вот этот чехол и 100% подходит вот эта зарядка. То есть, вернее, не 100%, неверно немножко выразился. С высокой долей вероятности купленные все товары подходят друг к другу. И, соответственно, мы сможем... Переключаем? Мы сможем, да. При входе следующего клиента, заходящего на этот телефон, порекомендовать эти товары. Совершенно верно, да. То есть, приходит второй клиент, он заходит у нас в телефон, в тот же самый телефон. И мы знаем, что раз кто-то уже зашел в этот телефон и он купил чехол и переходник, то и второму клиенту, возможно, потребуется и чехол, и переходник. Если у вас на сайте есть какие-то ярко выделенные свойства для данных товаров, то мы можем порекомендовать не обязательно этого цвета чехол. Мы можем порекомендовать из таких характеристик другие чехлы, но подходящие к этому телефону. Соответственно, наш сервис может предположить, что данные товары тоже подойдут к вашему телефону. Да, замечательно. Что еще? Какое еще различие у нас есть? Не различие, а совпадение. Ну вот в первом случае мы говорили о товар-товар, о совпадении товар-товар. Но изучив второго клиента, мы сделали, например, уже не по товарную рекомендацию, а рекомендацию по сравнению с клиентом. Клиент номер 2 был похож, вернее, клиент номер 3 был похож на клиента номер 2 на другом районе. По каким параметрам? По параметрам заинтересованности какими-то продуктами на другом сайте. Он смотрел, например, какую-то коляску и после этого ее приобрел. Клиент номер 3 тоже зашел на эту коляску, пусть он ее даже не приобрел, но он на ней провел определенное время. Это время было достаточно большое. И мы можем сделать вывод, что в принципе он похож на клиента номер 2 и у него есть интерес. Ну и да, таким образом, собственно, мы ему, я рано переключился, предлагаем ему телефон и, собственно, такое же совпадение, как и для клиента номер 2. То есть чехол и переходи. Так, что еще? Ну, здесь, да, наш слайд с перечислением возможностей, что он вам дает. Это наш облачный сервис, он бесплатен в первый год. Он начинает работать сразу же после обновления. Ну, там еще будет небольшая настройка, мы это сейчас покажем. Рост продаж может быть, скорее всего, от 10 до 30%. Ну, понятно, что он встроен в каждый магазин. Ну, и, наверное, Юрик, давай уже что-нибудь покажем. Так, переключим. Да, сейчас я снова Юрика переключу на презентера. Пожалуйста, потерпите чуть-чуть. Да, окей. Сделай, пожалуйста, микрофончик. Сделал. Так, давайте посмотрим, как это все работает. Я установил чистую установку, специально не стал убирать вот эти вот зелененькие полосочки. После установки 15-го релиза, когда вы его себе установите на проект, будут выведены два вот таких вот сообщения. Первое сообщение говорит о том, что нужно для использования фильтра сделать переиндексацию. И для активации местоположений нужно тоже их обновить. Я пока не буду убирать эти полосочки. Я лучше покажу вам бигдату, чтобы потом вернуться к этим полосочкам. На другом магазинчике покажу. Что такое вообще сама бигдата? Бигдата – это страничка, которая появилась в магазине, в разделе «Магазин». И вот она, персонализация. Вас встречает небольшой видеоролик, который вам объясняет, что такое этот сервис, как он работает, что вы получите, используя этот сервис и так далее. Также эта страничка определяет, настроен ли у вас сервис. В данном случае у меня установлены обновления и, соответственно, сервис доступен. Но у меня не установлен ни один компонент ни на одной странице, и я не могу отслеживать эффективность на странице списка заказов. Давайте попробуем установить компонент на страницу публичную. У тебя сразу же ролик начинает играться, да? Да, нет, это я нажал «Play». Ролик сам не начинает играться. Кстати, это очень плохо. Надо, наверное, сделать, чтобы он действительно начинал сразу играться. Я… С звуком и громко. Ну, со звуком и громко не знаю, но нужно, чтобы начинал. Вот стандартная страница интернет-магазина, главная страница. Юрий, Юрий, включи, пожалуйста, себе презентер «Экран». Да, он есть, да? Работает? Да, все хорошо, прошу. Ты меня не пугай. Переходим к ее изменению. Я вызвал страницу на изменения. В конце странички отделим компоненты, которые были, чтобы мы видели конкретный компонент. И давайте добавим сюда компонент «Бигдаты». Как его найти? Стоит наш новый визуальный редактор, у него появилась прекрасная строка поиска. Мне вот прям нравится, особенно на своих проектах, где много компонентов. Ой, я обожаю. Я сейчас по долгую службу работаю еще и со старым редактором. Я не могу больше с ним работать, потому что у меня строки поиска. Честное слово. Да, вот я набрал первые три слова сервиса «Бигдата», и он мне сразу выдал компонент персональной рекомендации. Стандартно перетаскиваем компонент сюда и сохраняем. Настройки мы будем делать в визуальном режиме, когда он добавится. Компонент добавлен. Появился он внизу. Компонента пока не видно, потому что он не настроен. Включаем режим правки и настраиваем наш компонент. Компонент называется «Каталог Бигдейт Продуктс». «Бигдейт Продукт»? «Бигдейт Продуктс». Ну, не англичанин, а мы. Какие интересные возможности есть у этого компонента? Это типы рекомендаций. Это разные схемы и правила рекомендаций. Когда рекомендация персональная, самый продаваемый с этим товаром, просматриваясь с этим товаром и так далее. Все вот эти рекомендации вы можете экспериментировать, пробовать и смотреть на эффективность, на сколько они дадут. Также есть возможность выбрать любую рекомендацию. Но здесь не совсем, наверное, корректный текст, но не любая рекомендация. А мы с помощью этого будем пытаться подобрать оптимальную рекомендацию для вашего магазина. Мы будем подбирать правила показа каких-то рекомендаций для ваших клиентов и смотреть на их эффективность. И выбирать самые эффективные для конкретного места даже внутри вашего магазина. То есть, если вы разместите три компонента, четыре компонента в разных местах, а мы рекомендуем размещать их на главной странице, в списке заказов, в детальной карточке товара, даже на странице корзины и, наверное, даже оформление заказа. Хотя уже в оформлении заказа невозможно добавить товар, но вдруг клиента что-то заинтересует, и он вернется, и пройдет опять цикл прохождения через товары. Поставим любая рекомендация, нам не критично. Выбираем наш каталог, одежда. Здесь задается количество элементов на странице, которые будут рекомендованы. Давайте поставим 9. Количество элементов, вводим их на странице, у нас по 4, давайте по 4 поставим. Нет, это 9, 12 будет. Можно выбрать тему, в данном случае у меня синяя, по умолчанию пусть синяя остается. Выбираем цену, в которой показывается этот компонент. Давайте вот так еще сделаем. Для настройки отображения свойств ставим галочку «Показывать товары в каталоге» и выбираем свойства. Свойства для отображения. Бренды, новинки, лидеры продаж, спецпредложения, артикулы, производители, пусть материалы будут и цвета. Так, корзина у нас свойства не сильно интересует. Метку я хочу, новинки. Здесь артикул, цвет, размер, размер. Цвет, размер, размер. Все, фактически компонент настроен. Стандартные настройки для обыкновенного каталожного компонента. Нет ничего нового. То есть, фактически все достаточно знакомо. Быстро ты настройок. Все. И вот мне сразу же выдались персональные рекомендации. Сервис стартует, в принципе, мгновенно, но рекомендации могут быть очень неточные. Во-первых, у меня локальная установка здесь вообще рекомендаций странно делается, так как я использую стандартный наш ключ, и на нем кто-то только не ходит. Вот кто-то даже смотрит голых девушек. Поэтому рекомендации нужно немножко прогреться, как мы говорим. То есть, нужно какое-то время поработать, чтобы начать давать более-менее оптимальные рекомендации. Также рекомендация зависит от уникальности пользователя. Если этот пользователь нигде не засветился, нигде никогда не работал, для него могут быть рекомендации немножко неточные. Ну, давайте попробуем что-нибудь купить. А, нет, вернемся. Давайте все-таки внутрь покажем, как настройки произошли. Мы помним, что на странице у нас говорилось о том, что не настроены все компоненты. У нас горела зелененькими только первая кнопочка. Теперь мы видим, что установлен виджет. Мы его с вами только что установили. И запустилась система, которая отслеживает покупку заказов по рекомендациям. Вот теперь можно сделать покупку. Как мы засчитываем и вообще как мы считаем рекомендации? Если вы, например, поставите, как я в данном случае, виджет в самый низ, то есть он будет в самом где-то низу, и клиент его не увидит. Соответственно, даже если здесь какой-то товар показан, мы его не засчитываем. Ну, давайте я один товар куплю отсюда. То есть все, я положил его в корзину. А другой товар куплю не с рекомендательного сервиса. То есть я не видел рекомендательный сервис. Положу в корзину товар, который не по рекомендации. Ох ты, корзиночка слетела. Интересно. Для чего я это делаю? Я делаю это для того, чтобы показать, что мы честно засчитываем только те товары, которые действительно были куплены по рекомендации. Если товар был куплен не по рекомендации, даже находящийся внутри этого бюджета, мы его не засчитываем. Оформляем заказ. Надо отключить вот это вот редактирование, а то оно напрягает. Оформляем заказ. Телефон нас не интересует, адрес пока нас тоже не интересует. Мы реально не хотим доставку товара. Все. Заказ оформлен. Переходим в административный раздел. Заказы. Здесь появилась... Чтобы было удобно. Здесь появилась вот такая вот область, которая показывает также, что виджет у вас работает, что персонализация включена. Вы можете посмотреть подробную информацию. Она нас предупреждает, что сделан один заказ на сумму 4 499 рублей. Давайте посмотрим. Вот так помечается заказ о персонализации внутри списка заказов. Около конкретного товара, который был выбран по рекомендации, тоже стоит отметка. Общая сумма заказа на 5 тысяч, 4 400 сделана по рекомендации. Юр, а фильтровать как-то можно заказы, которые были сделаны по рекомендации? Пока фильтровать, к сожалению, нельзя. Но мы добавим обязательно. Пока все-таки сервис находится даже не в бета, а в альфа-версии. Доступен пока только партнерам. Поэтому внутри просмотра заказов тоже показывается конкретный товар, который был помечен по рекомендации. Это товар как раз на сумму 4 499 рублей. То есть тем самым сервис вам подсказывает, на какую сумму было сделано заказов, насколько вообще рекомендации были сделаны и как бы показывает, что сервис эффективный или неэффективный. Вы можете отслеживать его по таким иконочкам, по значкам, по сумме и так далее. В принципе, все. Коллеги, а есть ли кто-то из вас, есть ли такие смельчаки, кто уже поставил нашу альфу, ну и попробовал? То есть поставьте плюсики. Мы выпускали специально ее в альфу, если кто-то вот есть. Я знаю, что Антон там ставил, примерно Антон Донганин. Вот есть, да, Андрей поставил, хорошо. Я поставил. Юра поставил, но уже еще есть Денис. Так, ну хорошо, спасибо большое. Давай уже, наверное, тогда вопросы. Что значит доступен только партнерам? Радион нас спрашивает. Это значит, что если вы обладаете НФР-ключом, и у вас в настройках системы обновления включена установка бета-версии, тогда вы можете получить себе наше альфа. Скажем так, те, кто заключил партнерский договор с компанией, кто занимается именно продажей продукта для конечных клиентов. Совершенно верно. Тут вот такой вопрос, Николай, спрашивает. Можно ли сказать, что Big Data – это инструмент для анализа больших объемов разносторонней информации? Можно сказать. Как раз это и можно сказать. Так, Владимир, про Яндекс.Директ мы еще не рассказывали. Мы про него расскажем чуть позже. Да. Итак, вопрос. А если это был оптовик, который купил много чего, но по своему усмотрению? То есть фактически вся логика ляжет? Скажи вот, Юра, спрашивай. Логика никак не ляжет, потому что для таких магазинов включение этого сервиса тоже даст какую-то помощь. Оно выведет наверх те товары, которые будут наиболее интересны для этого оптовика. Он быстрее их оформит. Вы можете даже оставить один этот компонент на главной странице, предположим, вашего сайта. Если вы заметили, я настраивал, сколько будет показано товаров. То есть у меня вывелось 4 товара, потому что я поставил 4 в ряд. То есть вы можете выставить этот компонент, вывести там, например, 20 товаров, и туда будут рекомендации попадать только те товары, которые более интересны этому человеку. Тем самым есть большая доля вероятности, что сумма заказа будет выше, чем если бы не было никаких рекомендаций. Но в то же время у вас сместится вот этот показатель, у вас будут все почти продажи по рекомендации. Это немножко будет нечестно. Мне кажется, нужно все-таки какой-то микс сделать. Поставить компонент, например, персонализации, поставить обычный компонент, и туда, например, выводить товары как топ товары или самые по продажам. Ну, просто то, что сам сайт выводит, и посмотреть, какая эффективность будет. Спасибо, спасибо, Юра. Смотри, а каким… Еще вопрос, да. Сергей спрашивает, а каким образом сервис сопоставляет два одинаковых товара на разных сайтах? По названию, по артикулу? Нет, ни по названию, ни по артикулу. Мы забираем хэш названия, то есть как бы забираем такую контрольную сумму этого названия, и пытаемся, там очень сложный алгоритм, пытаемся сопоставлять вот эти названия схожие. Потому что, например, тот же самый айфон могут написать, купили, айфон белый, айфон там супер сотовый телефон, айфон телефон и так далее. И пытаемся вот как-то сопоставлять, выделять из этого ключа какие-то значения, чтобы сопоставить, что это товары одинаковые из одинаковой области. Там очень сложный алгоритм. Да, спасибо, Юра. Михаил вас спрашивает, возможно ли этому сервису рекомендации скормить данные по рыбочным продажам из сети офлайн-магазинов? Да, мы планируем это дело, мы планируем рекомендации завязать на 1С и скармливать как раз-таки офлайновые данные, чтобы в онлайне рекомендации были более такие точные. Мы заявляли это на нашей пресс-конференции, когда рассказывали про 15-ю версию. Пока это не запущено, пока проект в стадии реализации обкатки с 1С, с фирмой 1С. И как только он будет закончен, он, наверное, будет представлен широким массом, пока это обкатывается с каким-то определенными партнерами. Спасибо. Еще вопрос. Владислав нас спрашивает. Будет ли возможность отследить общие суммы продаж без рекомендаций и по рекомендациям бигдата за период, когда бигдата работает? Ну вот сумма бигдата выводится вверху, общая сумма продаж выводится внизу. И в принципе, если вы, вот вообще вот эти суммы выставляются по периодам, то есть здесь можно вверху задать период отображения данных внутри этой таблицы, то есть фильтром можно задать. Соответственно, у вас внизу будет общая сумма продаж за месяц, например, а вверху будет сумма продаж по персонализации. Отнимаете одну сумму от другой и получаете ту сумму, которую вы видите. Таким образом мы, получается, сможем из них вообще, стоит ли нам продолжать дальше использовать рекомендации. Кстати, рекомендация такая штука, что она, вот мы эксперименты проводили с одной большой компанией, выяснилась такая интересная особенность. Рекомендация даже разная для каждой категории товаров. Мы, например, добавляли рекомендацию на чайниках и она показала там фактически нулевой прирост. Но все-таки чайник покупают один раз и там пока не сломается. А, например, в товарах там в других категориях она давала там умопромощительный эффект, она там давала 50-60% увеличения роста продаж от предыдущих месяцев. То есть нужно экспериментировать очень тонко. Если она вам не дала, например, на главную эффективность, она может быть даст в каком-то разделе эффективность. Нужно экспериментировать и смотреть за эффектом, отслеживать эту эффективность. То есть это работа с магазином каждодневная, то есть постоянно. То есть как раз мы для этого и дали, собственно, годовой период ознакомления, чтобы мы посмотрели и уже приценились. И тут как раз нас такие спрашивают еще, сейчас я потерял вопрос, но я попозже спрошу. Так, правильно ли я понимаю, что данные собираются не только с моего магазина, а с кучи разных магазинов Битрикса? Да, они собираются со всех магазинов Битрикса, кто согласился отдавать эти данные. По умолчанию, когда вы поставили обновление, вас спросили, вы подтвердили лицензионное соглашение, что вы согласны на передачу этой информации, вы можете это, естественно, отключить, если вас это не устраивает. Передавая эту информацию, вы тем самым помогаете сервису быть более точным. Не бойтесь, что информация передается какая-то ваша личная. Мы не хотим, естественно, попадать под закон о персональных данных. Никакая персональная информация не передается. Передаются только хэши информации, то есть мы берем какой-то хэш с имейла, хэш с каких-то данных о клиентах, и мы не знаем, мы не можем этот хэш развернуть обратно в данные. Мы видим просто как слепок этих данных, соответственно, по этому слепку мы можем понять, что данный пользователь был где-то еще. И также мы не передаем товарный интерес. Если вы зайдете, например, на сайт, мы с тобой занимаемся продажей айфонов, зашли на мой сайт и посмотрели айфон, зашли к тебе, тебе айфон, к сожалению, не порекомендует. Потому что мы не передаем товарный интерес. Мы тебе порекомендуем какой-то другой товар, которым ты тоже интересовался, схожий в этом магазине. То есть товарный интерес не передается. Юр, спасибо. Слушай, у нас столько много вопросов по бигдате. Давай, наверное, еще два или три, и будем двигаться дальше, иначе мы с тобой не успеем. Потом в конце их еще озвучим. Так, но традиционно спрашивают нас, когда можно будет уже скачать 15-ю версию. То есть конечный срок мы обещали в ноябре, да? Ну, мы обещали его в несколько этапов, и в несколько этапов мы стараемся это, в принципе, выдерживать. Немножко, конечно, срок сместился, но релиз был очень сложный. Переход вообще вот к проекту бигдаты и переход на новое ядро самого магазина и глобальные изменения в магазине, они, конечно, повлекли за собой немножко увеличение срока. Да, и они еще продолжаются. И они еще продолжаются. Так, что еще? Какая примерная стоимость, Юр, уже известно, со второго года пользования сервисом бигдата? Во-первых, он будет останется бесплатным для определенного количества заказов. Предварительно Сергей озвучивал, что для тысячи заказов будет бесплатно. То есть, может быть, цифра изменится, это не 100%, но это цифры уже будет говорить, озвучивать Сергей, я, к сожалению, их не знаю. Пока никаких цен нет, пока наша цель вообще этот сервис довести до ума, сделать его полезным, донести пользу для наших клиентов. И у нас очень часто бывает, что мы озвучиваем, что это будет платно, но может сервис продолжит быть бесплатным. Интересно, слушай, хорошая, хорошая, это сейчас сказала мысль. То есть, до тысячи купленных товаров через сервис, да? Не товаров, заказов. Заказов, ага, то есть, ну, оформленных. Да, оформленных, оплаченных, доведенных до конца. Не пустых заказов, которые просто оформлены и брошены. А то есть, неизвестно пока что, это за какой-то период будет тысяча заказов. За месяц, скорее всего. За месяц, хорошо. Так, ну, давай, наверное, последний вопрос, такой очень живет репещущий, его обсуждали у нас наши партнеры на форуме. Давай обсудим. Почему я не могу обновить битрикс, не включая данный сервис? Почему я сначала при обновлении должен его включить и потом где-то в дебрях отдельно его выключать у нас? Денис спрашивает. Ну, к сожалению, так построена схема обновления. Это такая схема обновления, построена, если честно, не только у нас. Любая система обновления, она ничего не знает, что там внутри включается. Она берет файлы и файлы копирует к вам на проект. Эти файлы начинают стартовать. Но вы спокойненько можете пойти, это отключить. Я понимаю, что это в дебрях, но вы можете всегда обратиться в нашу техподдержку, если вас что-то не устраивает. Они вам помогут это отключить. Это достаточно несложно. Ладно, хорошо. У нас есть еще, конечно, вопросы, но я, если честно, уже не хочу на них останавливаться. Возможно, позже, если мы успеем, то я их еще озвучу. Я включаю себе микрофончик, Юра. Да, я микрофончик включил. Дальше, следующий блок. Мы в этом релизе активно развиваем наш интернет-магазин. У нас платформа была и без того крутая, и навороченная, да, Юра? А мы делаем ее еще круче, и еще навороченнее. И в этот период, когда мы ее активно улучшали, нам постоянно очень много задавали вопросов. То есть, с чего начать настройку магазина, да и вообще платформы. То есть, что нужно сделать каждый день, что подключить, что настроить. То есть, что сделать для того, чтобы уже наконец-то вывести сайт в интернет. Я, когда сам парочку сайтов своих на битриксе выводил, я хотел иметь какой-то, знаешь, чек-лист. И мы, собственно, придумали, да? Ты придумал, мы сделали мастер магазина. О том, что это такое, собственно, Юра, наверное, сейчас нам расскажет. То есть, это, ну, что это такое, Юра, скажи, определение какое-то у тебя есть? Ты правильно, в принципе, сказал, это чек-лист. Это чек-лист, который помогает как владельцу магазина понимать, что есть внутри продукта, который он приобрел. Дает возможность правильно запустить схему. То есть, это не просто чек-лист, это еще правильно последовательный чек-лист. Он дает как бы от начала до конца как бы правильную картину. Он разбит на три части. Ну, давай меня переключим, наверное, на картину. Да, то есть, если говорить проще, нам просто надоело отвечать на ваши вопросы, мы решили сделать автоматизированное такое. Нам не надоело отвечать на вопросы. Что ты такое говоришь? Мы просто, Сергей Бешко, упростили. Мы просто вопросы. Мы просто вопросы. Мы упростили нашим владельцам. Я переключил микрофончик? Да, я сделал определение. Да, переключил. Извините. Так, где находится данный сервис? Данный сервис находится в магазине, в настройках, в мастер магазина. Сейчас объясню, почему мы его так сильно закопали, как вы можете сказать. Он, в принципе, встречается на всех страницах, на него так легко наткнуться, что мы решили, что не нужно его там выводить на центральные страницы, вот как, например, персонализация выведена. Давайте я сверну все данные, чтобы вы немножко охватили сервис целиком. Что такое вообще этот сервис? Почему я говорил, что это последовательность действий? Мы разбили этот как бы сервис на три части. Это настройка интернет-магазина, без которой он не может работать. Это все основные настройки, которые вы сделать должны в начале магазина, или когда вы приобрели магазин у партнеров, вам его настроили и вам передали, чтобы вы хотя бы ознакомились, все ли корректно настроено. Это блок, в котором вы будете жить каждый день, это каждодневная обработка заказов, повседневная работа с развитием вашего магазина и так далее. Мы собрали сюда все действия, которые нужно делать как бы постоянно. И последний блок – это обслуживание интернет-магазина. Мы туда собрали все, что необходимо, чтобы ваш магазин был здоров. Это всякие бокапы, это всякие сервисные функции. То есть все, что нужно делать хотя бы иногда, или хотя бы знать, что это есть, чтобы понимать, как это все действует в рамках магазина. Ну давайте на основных настройках вам немножко расскажем. Кстати, да, есть общий прогресс, правильно здесь меня толкает Олежка. Есть общий прогресс, который, когда вы получаете магазин, даже если этот магазин работал или получите обновление, он у вас будет на одном проценте. Фактически ваш магазин не настроен. Вот так вот интересно, можно его попытаться потянуть, но он почему-то возвращается назад. Он не настроен, он дает возможность владельцу магазина, даже если этот магазин работал, ознакомиться со всеми функциями. Мы сделали это специально. Мы могли бы, конечно, проверить, что все настройки сделаны, и сразу, например, сказать, что вы мастер, и ваш магазин настроен уже на 83%. Но мы не стали это делать, потому что функционала, который выходит, очень много. И очень часто партнеры и клиенты магазина не знают, что появились какие-то новшества, которые помогут увеличить им продажу, помогут им получать дополнительные деньги. Или, например, для разработчиков не делать какой-то функционал, который они делают, разрабатывают, а он есть внутри платформы, и вы можете просто его настроить и быстро продать клиенту, соответственно, заработать на этом. Поэтому мы решили начать прогресс с нуля. Прогресс не обязательный. Прогресс последовательный, и вы можете какие-то куски пропускать, переходить дальше. Прогресс иногда разделен на такие вот ветвления. О чем это говорит? Это как раз блок работы с товарами. Товары у вас могут вводиться в магазин вручную, когда вы вручную заводите карточки товаров. Либо они могут быть интегрированы с 1С и вводиться как бы через 1С. Ну давайте в один блок зайдем, чтобы понимать, что это такое. Переходим в блок по валютам. Нас встречает вот такая вот выпадающая штучка, которая говорит о том, что обращает на себя внимание. Здесь есть небольшое задание. То есть вот здесь в задании, например, можно видеть. Создайте валюту, настройте курсы, обратите внимание, что одна из валют должна быть базовой. Если вы не понимаете, о чем здесь речь, вы не знаете, настроены ли у вас. Вот у меня есть какие-то 4 валюты, я не понимаю. Здесь базовая есть, нету. Хотя вот я, конечно, вижу, что вот здесь базовая есть. Я могу почитать дополнительную документацию. Документация открывается в отдельном окне. Здесь есть видеоролики. Это был наш эксперимент. Все видеоролики, которые попадают в документацию, сделаны по новой схеме. Это была необычная схема для отдела документации. Они очень переживали за нее. Все ролики сделаны не как обучающий ролик. Нажмите эту кнопочку, чтобы получить что-то. А все сделаны от проблематики. Роликов пока не очень много, но отдел документации усиленно работает, и ролики будут добавляться постоянно в документацию. Через некоторое время они будут, скорее всего, у всех разделов. Ролик идет от проблематики. Мы сначала в начале ролика рассказываем о проблеме, которую решает данный ролик, ради чего вообще эта настройка. И потом показываем, как эту настройку сделать. Стандартный ролик, он запускается. Стандартное описание, дополнительные какие-то курсы. И самое важное – это оценка материала. Пожалуйста, голосуйте за материалы, ставьте оценки. Если вам нравится материал, ставьте положительный балл. Если не нравится, ставьте отрицательную оценку. Каждая оценка рассматривается. Мы следим за качеством материала. Мы хотим сделать, чтобы этот проект приносил пользу для наших покупателей, для наших продавцов. Если вам хочется читать этот материал, то есть материала может быть очень много, если вам мало экрана, и не помещается информация в окошечке, вы можете открыть его в новой вкладке, и он будет вот так развернут на весь экран. То есть вы сможете читать очень подробно. В данном случае у материала немного, и как бы он немножко растянутый. Если вы считаете, что все здесь настроено корректно, а мы именно не проверяем, все делается на ваше усмотрение, вы можете сказать, что задание выполнено. Вы ставите вот такой маркер, здесь появляется галочка, что задание выполнено, и вам предлагается вернуться в мастер-магазин. Мы видим сверху, что стало 3%, у меня был 1%, и мы один пункт прошли. Проходя так пункты… Получили level up, да? Да, получили level up. Кучу экспириенса, level up. Пошли дальше. Выполняя задание, просматривая, то есть не обязательно прям задание выполнять, самое главное ознакомиться с тем, что позволяет сделать этот задание, убедиться, что данное задание выполнено, и тот человек, та фирма, которая делала вам магазин, сделала все корректно. Можно задать вопросы, вы будете как раз уже в курсе, что это такое. Если они сделали что-то не так, вы сможете задать им вопросы. Не нужно их ругать, если какие-то пункты не выполнены. Не все пункты должны быть выполнены. Некоторые пункты вы не опросили, потому что о них не знали, и вот может быть нужно будет попросить, чтобы они вам их добавили или настроили. Некоторые пункты могут быть не настроены, вот если вы ведете товар в виде ручного ввода, то, естественно, никаких настроек, связанных с 1С, у вас просто нет. Эти пункты будут не отмечены. Вы можете просто ознакомиться и пометить, что эти пункты все настроены. Соответственно, не ругайте ваших разработчиков, что они не сделали что-то. Особенно все, что связано с нижним отделом, связанным с обслуживанием. Здесь очень много данных, связанных с обслуживанием. И эти многие вещи делаются именно вами, как владельцам магазина. Это различные бакапы, это различные контроли скорости, это работа CDN, монитор производительности. Тем более с CDN. Как уже мы выяснили в предыдущих, связанных со скоростью сайта, CDN, например, для моего проекта противопоказано включение CDN. Я, наоборот, теряю на скорости. Соответственно, она будет не включена. Поэтому будьте немножко внимательны к тем данным, почему они не включены, и спрашивайте у разработчика, почему он не включил эти данные. Они вам прекрасно могут обосновать. Самое интересное в этом сервисе, что даже если вы заполните все эти поля, у вас будет 90%, и у вас будет показано, что вы мастер. Как же получить оставшиеся 10% и вообще удержаться на 100%? Вам нужно выполнять самое главное в магазине. Вам нужно продавать. Это все ради того, ради чего делался ваш магазин. Это продажи. Мы считаем так. Мы начисляем 1%, если ваши продажи больше или равны предыдущему дню. Если вы в предыдущем дне продали 1 заказ, а в новом дне продали 2 заказа или 1 заказ, мы вам начислим 1 балл. Если вы в предыдущем дне продали 3 заказа, а в текущем дне продали 2 заказа, мы отнимем у вас 1 балл. Тем самым, чтобы держаться на 100, вам нужно будет все лучше и лучше продавать. Хорошая, мотивирующая вещь. Шикарная вещь. Меня знаешь, как мотивирует? Я менеджеров своих проектов, теперь подкалываю, поставлю. Что-то 99, почему не 100? Я вам KPI поставлю на этом показателе. Слушай, а как быть с выходными днями? Выходные дни никак не влияют на магазин. Наоборот, выходные дни продажи обычно немножко больше иногда, чем в обычных. Ну, это от специфики магазина зависит. Ну, понятно, что это немножко троллинг, немножко мотивация. Но на самом деле, вот мои менеджеры, которые работают в продажах в магазинах, они заинтересованы в том, чтобы магазин давал 100%, тем более их подкалываю постоянно. И я теперь легко отслеживаю. Мне не нужно смотреть на заказы, там больше, меньше. Я сюда захожу, смотрю, цифра не 100. Так, надо пойти посмотреть, почему она не 100. То есть, как бы не такой небольшой мотивационный эффект. Так, ну что у нас? Слушай, а вот мой личный вопрос. Я правильно понимаю, что мы будем вот эти настройки, которые мы заполняем и проверяем сами, мы их будем дополнять, либо как-то изменять? Да, конечно, конечно. Мы специально его сделали отдельным модулем, чтобы делать более простое обновление, чтобы ты не говорил нам, что тут main, большое обновление, а ты тут не лезешь со всякой ерунда. А слушай, то есть получается, как только вы добавите, допустим, еще 10 настроек, да? Ну, не совсем так. 10 настроек, 12 настроек. А, ты имеешь в виду, что показатели изменятся? Да, да, да. Они будут отниматься. Да, они будут упадать. Это есть возможность, чтобы вы зашли и посмотрели. Кстати, почему я сказал, что страница закопана? Это вот как раз в том плане, что куда бы мы не переходили теперь в магазину, у нас вот такая штучка всплывашечка появляется. Она, кстати, всплывает очень хитро. Если, вот вы здесь заметили, если перейти к пункту, который уже выполнен, ну, то есть вот перешел к пункту, видите, она не раскрылась. А если перейти к пункту, который не выполнен, то по умолчанию, чтобы привлечь к себе внимание, эта штучка раскрывается. И то есть тем самым она привлекает к себе внимание, чтобы ее закрыть, нужно кликнуть или там уйти с нее, и она закроется. Да, хорошо. Ну, у нас есть совсем немножечко вопросов по мастер-магазину, но они есть. Так, давай, значит, а если было, допустим, 3 заказа, ну, вчера, было 3 заказа на 100 тысяч рублей, а сегодня 1, но на 250, мы как-то ранжируем? Нет, мы не ранжируем по сумме, все-таки мы хотим увеличения именно показателя количественного. Слушай, ну, это неправильно, да. Слушай, подожди-ка, если я сегодня продал... Это мой лайфхакер, я теперь буду... Подожди-ка, одну секундочку. Я сегодня продал майбок за миллион, а вчера я продал 2 чехла. Согласен с тобой, согласен. Пересмотрим эту схему. Спасибо большое за вопрос. Прекрасный вопрос, действительно. Отличный, добавим. Вот так вот вы, коллеги, создаете наши продукты. Помогаете продукту лучше. Большое спасибо. А вот еще скажи все-таки касательно учета в выходные. То есть кто-то, да, какие-то магазины не ставят оплаты и отгрузок в выходные не делают. Как вот, например, Денис. То есть вот что? Вы будете, да, мы отнимем вам 2 балла, но ничего страшного. Это будет ваша мотивация начать в выходные дни делать заказы. То есть чтобы вы немножко шли. Потому что вот смотрите, что такое? Во-первых, вы можете показатель заказа, перехода делать по оплате. То есть у нас же это гибко настраиваемая функция внутри магазина, когда засчитывается это все. Вы можете сделать его по оплате. Если заказ сделан в выходные дни, даже если вы его не обрабатываете в выходной день, но его оплатили. Соответственно, вы его засчитываем, мы его засчитываем как выполненный заказ. И вам плюсик, плюс 1% сделан. Это вам лишняя возможность начать и выходные продавать. Почему терять это время? Не надо работать в выходной, не надо там отвечать на звонки. Ну, продажи-то могут идти. Это же магазин, он работает 24 часа в сутки. Совершенно верно. Не нужно работать самому, нужно нанять людей, которые будут работать в выходные. Хорошо, понял, спасибо. Как мы, например. Совершенно верно. Сережий как нанял нас. А что делать, если нет ручного ввода товаров, не интеграции с 1С, а есть какой-то самописный импорт с другой учетной системой? Ну, к сожалению, мы не учитываем самописные вещи, но вы сможете просто ознакомиться. То есть это просто чек-лист, это не какой-то контроль, это все для вас. Вы можете не проходить, и у вас за счет продаж можно поднять до 100. Да, вообще не чекая эти данные. То есть мы также по 1% вам будем добавлять, и ты до 100 дойдешь. То есть, пожалуйста, вы можете не проходить эти вещи и дойти до 100. Просто это будет за 100 дней сделать. Это будет суперлажно. Это будет продвинутый. Самый сложный уровень. Совершенно верно. Цель все-таки этой штучки не заставить вас это делать, а ознакомить вас с функционалом, который есть, и дать возможность понять, что это за функционал и где нужно подсказку показать. То есть вы зашли на какую-то новую функционал, что это такое? А тут уже подсказочка с документацией. Раз быстренько документацию нашел, иногда нашу документацию найти, сам матерюсь. Знаю, что она есть, но найти ее. А вот Антон, Антон, Антон Долганин говорит, то есть будет ли возможность добавлять в этот модуль свои чек-буды? Да, Антон, как раз для тебя, только буквально для тебя. Ты постоянно просишь такие вещи. Я попросил разработчика, кто это делал, добавить события на добавление этих вещей. И, кстати, тут еще кроме событий есть еще более интересная вещь. Если зайти в настройки этого модуля, раз уж партнеры присутствуют все-таки. Не только MVP. Тем более, да. Вы можете зайти в настройки данного модуля и указать партнера конкретного, который делал этот магазин, и ссылку на страницу поддержки. Когда указаны эти данные, на странице обслуживания в самом низу, вот здесь, появляется вот такой вот пунктик, нажатие по которому перебрасывает на страницу партнера. Здесь будет написано название партнера. То есть это можно сделать уже сейчас? Это можно сделать прямо сейчас. Это могут делать партнеры для своих покупателей. Они разрабатывают проект кому-то, добавляют свое название и добавляют переход куда-то там в техподдержку, на какую-то страничку свою. Там это не обязательно может быть техподдержка. Это может быть любая страничка, где, например, клиент сможет связаться с партнером, что-то узнать, если он забыл. То есть мы добавили такую возможность. А мы планируем как-то сделать какой-то, я не знаю, там, публичный, либо там какой-то рейтинг магазинов, основанных на вот этих показателях? Мы думали над этим, но все-таки это пока наш, так сказать, наш эксперимент. Посмотрим, насколько будет он эффективным. Если он будет действительно эффективным, ему понравится нашим клиентам, мы, скорее всего, такой рейтинг сделаем. И сделаем, ну, поделиться в соцсетях. Так, сегодня у меня 100%. И сегодня у меня 100%. Я держусь на 100% уже месяц. Уже месяц. Можно бейджики будет выдавать. Да, да, да. Хорошо. А вот еще такой вопрос. А можно, да, Павел спрашивает, а можно ли сделать более гибкую систему? То есть 100% может быть, может быть, если нет интеграции с 1С. То есть мы можем чекбоксом отмечать, да, есть интеграция или нет. Да, конечно, конечно. Вы не обязательно вам это выполнять. Вы знаете, что вы товары вводите вручную. У вас небольшой магазин. Вот я, например, 1С на своих проектах не использую вообще. То есть я просто прочекаю эти пункты. Я знаю, что да, есть такая возможность, но мне не нужна 1С. И я ее не использую, у меня проект там небольшой, и мне 1С для учета не нужна. Мне хватает учета внутри системы Bittrex. И я пользуюсь ей. Я просто ознакомился и поставил галочку. Ну да, то есть здесь Павел спрашивает как раз-таки в разрезе работы с клиентами, что у них нет интеграции. Все, вы объясняете клиенту, что, ребята, у вас нет 1С, вы ее не используете. Эти пункты вам для ознакомления. Вот, вы посмотрели. Да, есть такая возможность у платформы. Прочекали ее, так сказать. И все, дальше вы можете не использовать это. Да, хорошо. Так, тут коллеги интересуются, сколько нас сейчас слушателей. Коллеги, нас сейчас 300. Прямо практически, прям как у нас партнерская конференция. Ну, наверное, уже давай продолжим. У нас здесь есть еще вопросы по Big Data. Ну, давай мы в конце потом будем все вопросы уже конкретные. Давай сейчас мы с тобой двинемся. У нас сейчас будет с тобой фасетный. Переключаем. Я сейчас себя переключусь на презенташечку опять. На коротенькую. Так, сзади. Тоже. Да, show my screen. Звук я включил. Итак, коллеги, мы с вами продолжаем дальше идти по нашей презентации. Сейчас я вам расскажу про фасетный индекс. Ну, вступительное слово. Вы, конечно же, знаете, что у нас есть, был, есть. Мы разработали умный фильтр, на который вы начинали ругаться, как только объем данных стал, становился большим. То есть объем данных каталога, да. То есть большое количество товаров с большим количеством свойств. Ну, умный-то фильтр мы создавали для чего? Для быстроты фильтрования по нужным параметрам, по цветам, по размеру и так далее. Но он стал тормозить. Он стал тормозить. Не он стал тормозить. Объемы данных на магазинах оказывались настолько большие, что фильтр выполнялся иногда по 10-15 секунд. Вообще фильтр очень сильно развивался, и он уже много этапов прошел. Но все равно он был медленный, когда были большие объемы данных. И в этом релизе мы сделали огромный прорыв, мы сделали свою собственную фасету. Мы сначала пытались сделать ее на отдельных... Технологические решения, да, то есть интегрировать. Я знаю, что у нас возникли сложности, и мы поняли, что... У нас не возникли сложности, мы поняли, что для клиентов это будут сложности. После добавления каждого товара нам бы пришлось идти в этот сервис или в какую-то там службу, чтобы сделать переиндексацию. Нам бы приходилось после добавления какого-то свойства делать полную переиндексацию. Это дополнительные настройки, это сложности. Это уменьшило бы количество людей, которые смогли бы этим воспользоваться. А мы всегда любим в продукте делать так, чтобы одну кнопочку нажал и все заработало. Ну, да, то есть мы это сделали, мы добавили свой фасетный индекс. В результате что мы имеем? Компонент умного фильтра, коллеги, у нас стал в 15 раз быстрее. В 15 раз. Самое главное, кроме того, что он стал быстрее, он стал нелинейно зависим. Если раньше от роста нагрузки росло время выполнения работы этого компонента. Если у вас было там тысяча товаров, он выполнялся там 0,1 секунду. Да. Две тысячи там 0,2 и так вот линейно оно росло. Без тысяч товаров он уже 2-3 секунды сайт вставал. Да. И он компонент думал. Да. Приходилось делать какие-то ухищрения, уменьшать количество свойств, уменьшать разделы, делить, дробить ваш каталог. То есть делать ненужную работу, которая вам в принципе не нужна. Теперь же умный фильтр на нашей внутренней фасете не имеет такой линейной зависимости. И сколько бы товаров у вас не было, фактически роста скорости не происходит. Прекрасно. Ну, я скажу, да, что компонент каталога у нас увеличился, скорость работы, естественно, в 5 раз. И давайте сейчас мы уже посмотрим, Юрочка нам сейчас покажет наш фасетный индекс. Я его делаю снова презентером. Так. Юра, я тебя сделал. Я переключил микрофон. Так. Как раз-таки вот мы наконец-то закроем одну из плашечек, которые есть вверху. После того, как вы установите компонент фасетного индекса, давайте я разверну на весь экран, у вас появится вот такая плашечка, которая говорит о том, что вы должны пойти в настройки. Давайте я открою настройку. О, вру я. Я вас обманываю. Что ты нас обманываешь, Юра? Блин, я закрыл зеленую плашечку. Очень плохо. Но давайте я вам все-таки расскажу про нее. Тут было три плашки. Я одну случайно закрыл. Извините меня, пожалуйста. На плашке было, что нужно сделать переиндексацию и включить фасетный индекс. Дело включается. Я вам покажу его вручную. Как раз вы будете знать, если вдруг вы тоже закроете эту плашку. Переходите, например, в контент, в инфоблоке. И вот здесь появился такой вот раздел дополнительный. Фасетный индекс. Я все-таки готовил установку и вот все-таки закрыл. Плохо. Зеленую плашечку. Вот. У меня не созданы фасетные индексы. Почему мы его не сделали в автоматическом режиме? Мы его не сделали в автоматическом режиме, потому что каталог может быть огромный. И переиндексация всего этого каталога, создание вот этой самой фасетного индекса, она может быть достаточно нагруженной операцией. Если вы точно знаете, что у вас огромный каталог, что у вас сотни тысяч товаров, миллионы товаров, пожалуйста, обратитесь к вашим разработчикам перед включением данной функции, чтобы они это проверили, например, на каком-то бэкапе, посмотрели, сколько времени это будет делать, потому что это сильно нагружает ваш проект. Если у вас не так много товаров, то вы можете смело нажимать кнопочку создания индекса, выбрать все, то есть вот здесь она сразу показывает, какие мифоблоки нужно заиндексировать, но так как я хочу быстро все сделать, все, вот у меня буквально за секунду, и потому что у меня 38 элементов для индексирования, то есть мне нечего индексировать. Все, у меня проиндексированы оба каталога, почему у меня их два? Потому что у меня торговый каталог с торговыми предложениями. У меня есть основной каталог одежды, есть только сам каталог торговых предложений. Вот они оба проиндексированы, и включился фасетный индекс. Все, больше делать ничего не нужно, дальше все работает полностью в автоматическом режиме. Добавляется новый товар, он сразу попадает в фасетный индекс. Где используется фасетный индекс? Он используется в нашем умном фильтре. И мы решили в данном релизе не просто исправить фасетный индекс, добавить фасетный индекс, но и решили еще исправить сам фильтр. В каком плане исправить? Мы его немножко решили приукрасить. Добавить ему красоты, добавить ему немножко функционала. Во-первых, у нас стали красивенькие вот такие движочки. Почему мы решили перейти к таким движочкам? У нас были, если помните, раньше кругленькие штучки, которые можно было передвигать, но их нельзя никогда было вот так сделать рядышком. То есть получалось так, что значение получалось очень неточным. Нас ругали магазины, которые занимались продажем мелкого товара, у которых дробление цены идет буквально чуть ли не по рублю. А внутри могут быть сотни, десятки, сотни товаров. Юр, перебью. Коллеги нам пишут, что у нас вроде бы как нет звука. Я прошу вас, пожалуйста, поставьте плюсики, что звук у нас может быть все-таки действительно его нет. Есть звук, коллеги? Я, извини, продолжаю. Спасибо. Спасибо, коллеги, да. То есть появилась возможность вот теперь более точно эти значения задавать. Также внутри, в рамках, сейчас, наверное, не получится, у меня каталог очень маленький. Здесь как бы четыре цвета. Сейчас попробую найти материал, где это отработает. В платьях это, кажется, было. Можно было показать. Тоже три товара. Не получается все по цене, оно идет одинаково. Ну ладно. Здесь как бы несколько слоев товаров. И когда вы делаете отбор, у вас получается, что показано серым цветом тот диапазон, который выпадает из этого. Но вы это сможете увидеть на своих каталогах. Какие еще возможности получились у умного фильтра? Вернемся к нашим тапочкам. Что-то они мне сегодня нравятся. Это появилась возможность, включаем режим правки, мы сейчас будем править компонент. Появилась возможность делать вот эти вот выборы различными по виду. У нас были только галочки и только возможность движочками показывать какие-то числовые вещи. Все. Никаких дополнительных настроек у нас не было. Что было очень неудобно. Вот в таком случае, когда нужно было показать артикл, и артикл показывать вот такими птичками неудобно. Иногда товаров выводилось там 20-30 штук, и артикулов, соответственно, очень много. Фильтр становился большим, те же самые размеры. То есть это неэффективно, некомпактно и некрасиво, очень неудобно выбирать. Что же мы сделали, чтобы это улучшить? Давайте один... Эй, не то нажал. Разделы. А я хочу товар. Давайте изменим один из товаров. Вот только не так. Давайте лучше через админку. Но в тапочках. Тут пока что ты смотришь, я отвечу на вопрос, где хранится фасетный индекс. Он локально на сервере, да? Нет, в базе данных? Ну да. Конечно, в базе данных. Да, да. Не в файлах, да. Коллеги нас спрашивают, а вот эти тапочки, которые ты часто показываешь, реально ли купить? Нет, купить нереально. Коллеги, нам присылали письма, мы видели вот в вашей презентации там какой-то платок, где его купить? Мы не знаем, где купить, это была база клиппартов, мы ее купили партнерам. Может быть, где-то их можно купить. Все, я нашел раздел, где лежат наши любимые тапочки, я на нем буду показывать. Я почему сюда зашел, чтобы конкретно для тапочек делать какие-то изменения, чтобы сразу можно было видеть. Я создаю новые, новое свойство, добавляю это новое свойство. Вид можно задавать в зависимости от типа свойства. Давайте сначала посмотрим, что можно сделать для списка, какие теперь красивые виды можно будет для списка делать. Давайте назовем это списком, ой, список обычный. Так, тут не важно нам, это будет список, множественный пусть будет. И давайте его немножечко заполним. Список один, список два, список три, список четыре. Сейчас, немножко это будет медленно вначале. Я свойства наберу. Ты пока что набирай. Тут еще один вопрос, то есть Нариф спрашивает нас Николай. Ты готов уже? Да, ну да, ответим. Да, Нариф спрашивают, разработчики рекомендовали дождаться выхода 15-й версии, а вы рекомендуете ее ждать или устанавливать текущую версию, потом обновляться? Коллеги, если вы наш партнер и работаете с нами по МФР-ключу, то мы предлагаем вам заранее попробовать наши альфа-обновления, то есть мы не гарантируем, что там полностью все досконально работает так, как мы обещали, но мы даем вам возможность попробовать вам первыми. Поэтому, если вы хотите, вы можете это сделать. А делать это или нет, это все-таки на вашу усмотрение. И нам важно, чтобы вы это делали, чтобы вы нам давали фэдбэк, на основании которого мы сможем что-то подправить. Да, совершенно верно. Если мы хотим, мы хотим, чтобы вы это сделали. Дали нам фэдбэк, совершенно верно. Мы добавили новое свойство, я ставлю, что оно будет участвовать в умном фильтре, и у нас появилась вот такая штучка, которой раньше не было. Я вам сказал, что вот эта вот выпадашка, она будет содержать в себе количество разное, в зависимости от типа свойства. Я сейчас взял стандартное списочное свойство. Она нам предлагает несколько вариантов. Она нам предлагает флажки, она нам предлагает радиокнопки и выпадающий список. Давайте на флажках оставим, сохраним данное свойство. Вот оно появилось. Оно у нас в тапочках сейчас будет вызвано. Люблю я наши тапочки. Где наш любимый списочек? Слушай, правда красивые тапки? Действительно. Шутник. Я почему тапочки начал использовать? Там нам клиенты ругались, что мы много всякого берем неправильно. О, давайте я вам его множественную сделаю. А, это список. Мы множественную не сделаем. Ну ладно. То есть, вот появилось свойство. Оно обыкновенная, стандартная наша галочка. Но мы вам сказали, что можно менять вид. Давайте сделаем из него радиокнопки. Делаем обновление. И вот они стали радиокнопками. Если раньше можно было в списке выбирать их несколько, то теперь это работает как стандартный радиобаттон. Можно выбрать только одно значение. Это удобно для каких-то значений, когда это категорично. Да, нет. Или какие-то там выборы товара. Давайте посмотрим, что еще можно делать с кнопками. Выпадающий список. Это вот, например, выгодно для артикулов. То есть, если раньше артикулы это были огромные массивы информации, вот как раскрывая артикул мы видим, да, вот неудобно. То есть, сейчас можно было бы их объединить вот в такой выпадающий список. У меня к товару просто привязан один этот, поэтому у меня выбор одиночный. То есть, но самое главное, что вы можете выбрать какой-то один конкретный товар. То есть, выпадающим списком артикулы показать. Они вот в таком виде захламляют как бы ваш список. Ну, это для простых товаров. Давайте попробуем создать какое-то другое свойство более расширенно. Для каких свойств мы делаем более расширенные вещи? Это наши справочники. Справочник очень мощное свойство. Оно включает в себя различные картинки. Оно включает в себя различные данные, которые могут дополнительно передаваться. Давайте создадим свойство справочник. Пусть оно будет у нас множественное. Создать справочник. Пусть будет вот так. Давайте несколько создадим. Я буду загружать для справочника картинки, чтобы показать более расширенный режим. Так, ну давайте вот эти картиночки буду добавлять. Я специально все делаю вживую. Можно было бы, конечно, подготовить это все. Ничего, ничего. Это наглядно. Как это все настраивается, чтобы вы понимали, что это несложно. Да, тут уже несколько вопросов было. Ты пока что готовь, я отвечу. Несколько вопросов о том, будет ли запись вебинара. Коллеги, запись вебинара обязательно будет. Сегодня мы ее ведем. Мы сконвертируем видео. И, наверное, все-таки ближе к вечеру. Да, Юра, сейчас у нас дела. Мы вам сделаем рассылку. Если не получится к вечеру, мы сделаем обязательно ее завтра с утра, либо к обеду. И вы получите ссылку на ваш вебинар, просмотрите и дадите нам обратную связь. Как там твои тапки, Юра? Отлично. Я сейчас как раз множественные свойства добавлю сюда, чтобы было прямо удобно людям показывать. Хорошо. Тапочки живут прекрасно. Так. Только что приобрел новую версию. Устанавливать или ждать еще более новую версию. Владислав, вы можете поставить все новинки, вам придут через обновление. Но если вы, конечно, чем-то не хотите ждать именно обновления, вы можете дождаться дистрибуции. Обычным клиентам доступна сейчас скорость сайта. Уже она перешла в стадию такую более-менее релизную. Скорость сайта. Доступен мастер магазина. От фасетного индекса, к сожалению, пока он доступен только ограниченному числу партнеров. И он раскатает нам большое количество уже партнеров. Ну давай, поехали, тапки. Поехали, тапки, наши замечательные тапки. Вот мы добавили новое свойство. Я его оставил флажками. Давайте еще, кстати, последнюю галочку сразу скажу. У нас появилась возможность показывать свойства либо развернутым, либо свернутым. То есть вот так если поставим, то свойство будет в развернутом виде отображаться. В публичном разделе. Наши любимые тапки. Обновляем. И вот наш справочник в развернутом виде. Остальные вы заметили свернуты, потому что галочка не стоит. Вы выбираете наш стандартный для справочника. Но это скучно, неинтересно. Это у нас уже было. Мы выбираем флажки с картинками. Наш красивый справочник превращается вот в такую замечательную вещь. То есть мы можем вывести, например, цвета в виде картиночек, чтобы вы могли быстро отобрать. Я картинки от фонаря загрузил. Здесь могут быть картинки цветов. Там неважно, любая информация. И теперь выбор можно делать вот в таком более красивом виде. Если этого мало, если, например, цвет не говорит информацию какую-то, не несет информацию, а картинка не несет информацию о товаре, вы можете добавить к этой картинке надпись. И вот так вот показать ее клиенту. Это круто. Мне даже самому нравится. Мне тоже нравится. Это очень просили клиенты. Можно из меня делать из них радиокнопочки. То есть теперь вы можете свойства менять, как хотите, подбирать для вашего магазина, как будет выглядеть ваш умный фильтр. Давайте быстренько я пробегусь. Вы можете изменять свой фильтр, делать его вот в такой выпадашке. Но у нас есть еще не обычная выпадашка. Это выпадашка с картинками. То есть когда вы можете загонять информацию в выпадашку с картинками. Тем самым ваш фильтр, я вот здесь подготовил на настройки фильтра. Вот здесь фильтр с различными комбинациями. То есть у меня здесь вариации с картинками, цвета с текстом. Вы теперь можете несколько делать выпадашек таких вот. Фильтр, кстати, рабочий. Магазин этот рабочий. Вот здесь, кажется, у меня с рабочим. Почему ты усмехнулся, скажи, пожалуйста? Ну, тестово рабочим. Вот. Можно изменять. Потому что чужой магазин, я на нем лазил. От разработчика какого-то. Анюкин магазин ломает. То есть вот так может выглядеть фильтр. Вы можете какие-то вещи показывать в свернутом виде, какие-то в развернутом виде. Тем самым вы представите клиенту фильтр в таком виде, в котором вы понимаете, что он должен у клиента как бы быть. Показаны вот так неактивные значения. То есть фильтр стал вот таким красивым. Фильтр стал очень гибким. И стал еще быстрым. Вот, кстати, серая показалась. То есть вот в таком виде мы показываем серые значения. Мы показываем, что нет выбора, но вот внутри есть какие-то значения, которые все-таки там попадаются. Может быть вот такая ситуация, когда есть серое. Мы вот сместили значения. И дальше уже вот в рамках внутренних значений как бы делать. Давай идем дальше. Слушай, вопросы, да? Давай, давай. Прям по фасеточке, прям несколько у нас вопросов есть очень хороших. Так, а можно фильтровать дату? Например, все элементы с датой не позже 12-го числа. Ну, дата у нас в индекс, кажется, не попадает. Сейчас посмотрим. Давайте попробуем. Дата, кажется... Дата, время. Скорее всего, у нее виды представлений нет. Не делали мы такие представления. Там хорошо было бы сделать представление, как в деньгах. Ну, то есть ты подумаешь, да? Да, скорее всего, она сейчас не даст. Еще вопрос. Да, на флажке, радиокнопке, выпадающий список. К сожалению, дату вы пока не можете диапазонами делать. Мы подумаем. Вообще это выходит вот в альфа-версии для чего? Чтобы вы нам написали фидбэк, я сделаю еще статью потом по умному фильтру. И ваши все предложения на сайт, идеи, в статье. Пожалуйста, пишите. Мы будем расширять вот эти представления, добавлять их. Мы сейчас сделали базовые, их там штук 8-9. Мы будем их добавлять по вашим просьбам. Так, а фильтровать по количеству остатков на складе? Опять-таки, если у вас это свойство есть, оно имеет значение, вы можете вот такой какой-то движок на него нанести и будете, в принципе, фильтровать. Тут нас спрашивают, Денис, это будет какой-то новый компонент фасепный? Нет, это тот же самый компонент, никаких изменений не произошло. Если вы заметили, у меня стояла стандартная установка, и мой сразу фильтр заработал. Но так как мы не меняли сам дистрибутив, по умолчанию настройки еще старые. Те же самые цвета и какие-то материалы там выпадающими списками остались. Наши, например, артикула остались выпадающим списком, хотя уже логичный вот так их сделать. То есть мы потом пересоберем дистрибутив, и этот будет фильтр сразу такой вот красивый. Но вы можете стандартный фильтр сразу же изменить. Никаких там нововведений, никаких не появится. Да, Дер, спасибо. А вот еще Михаил нас спрашивает, можно ли как-то прогнозировать размер, занимаемый фасетным индексом на диске? То есть это актуально для тех, у кого прям много товаров. Мы, к сожалению, сейчас это нигде не выводим, эту информацию. И мы считали, что в принципе… Ну вообще это как-то странно, коллеги, а как вы, например, можете поставить размер на Facebook индекс? Нет, ну тут другая ситуация. Если у вас маленький магазин, индекс будет настолько небольшой, что в принципе не так страшно. Мы смотрели на полтора миллиона товаров с количеством свойств около 3000, у нас получалось около 300-400 мегабайт. На 3 миллиона товаров у нас гигабайт индекс занял. То есть в принципе индекс достаточно небольшой. То есть если у вас крупный магазин, я не верю, что у вас там ограничения по месту какие-то есть. Если магазин мелкий, ваш индекс будет достаточно небольшой. Понятно, хорошо. То есть пока что мы такого не планируем. Нет, не планируем. Хорошо. Когда появится фасетный индекс и вообще когда будет доступен там стабильный бета-версий? Это к тебе вопрос. Это вопрос ко мне, коллеги, скоро. Так, что еще у нас? Так, а как у нас обстоят дела с СКУ в разрезе фасетного индекса? СКУ у нас прекрасно обрабатывается на данный момент. Ну как обрабатывается? Опять смотря, что вы в СКУ хотите делать. Вот у меня каталог, который как раз на экране, он весь состоит из СКУ. То есть все прекрасно работает, все выводится. Пусть уточнят, что именно из СКУ интересует в рамках фильтра. Так, пожалуйста, уточните. Так, еще у нас. Что у нас здесь есть? Вопросы. Скажите, пожалуйста, когда в умном фильтре появится возможность перевода валюты в рубли? Сейчас, когда ставишь цены в долларах, в карточке товара цена пересчитывается в рубли. А в умном фильтре нет. Да, есть у нас такая проблема. Мы вот закончили фасетный индекс. Это для нас было более приоритетным. Я думаю, на следующий релиз мы постараемся уже вот ваши пожелания. Это пожелание набрало уже очень много голосов. Оно набрало, как я помню, 87 или 97 голосов. Мы, скорее всего, будем внедрять его в следующем релизе. Для нас было приоритетно сейчас сделать самую большую, так скажем, нашу, ну не проблему, а нашу хотелку. Это увеличить скорость работы умного фильтра. Сделать свою фасету, чтобы на рынке как бы говорить, что мы имеем возможность работать с любыми объемами информации. А теперь мы можем заняться уже вот такими вот вещами. Да, хорошо. А копейки из умного фильтра убрать можно? А где ты видишь копейки в умном фильтре? И копейки, а, вижу на экране у себя. Объясняю, почему эти копейки появляются. Это все зависит от настройки валюты. Если у вас валюта настроена, что с двумя знаками после запятой, значит вам нужны товары с копейками. Если вам не нужны товары с копейками, уберите копейки у себя в настройках, копейки в умном фильтре не будут. Владимир, можно. Так, что еще сейчас у нас по поводу создания справочника? А можно ли, чтобы при создании или изменении справочника через свойства инфоблока созданием описания и прочего можно было управлять? А то они не нужны, а создаются. А оно у нас автоматически можно управлять? Какими созданиями, описаниями? Вы имеете в виду справочника, наверное? Да, справочник, совершенно верно, справочник. Вы говорите о вот этих полях. Сейчас я включу сразу. На меня же картинка вроде бы была. Да. Вы говорите вот об этих полях. Мы предполагаем, что вот эти поля, они базовые. И если они не нужны, можете просто не заполнять. Удалить вы их можете в настройках этого свойства. А если хотите, чтобы этих полей не было, вы можете просто настройку свойства делать отдельно. То есть вы зайти можете в инфоблок highlight блоков и там его настраивать. Пока, к сожалению, управлять нельзя, но да, у нас есть такая идея. И мы хотим сделать, мы сделаем, скорее всего, чтобы можно было удалять какие-то разделы. Да, согласен с вами, что не всем нужны. Я даже сам, когда использую, я в основном использую название, картинку, но иногда ссылку. Хорошо. Вот еще про СКУ. Будет ли в фильтре учет по наличию на складе? Он есть на данный момент, фактически, но он немножко работает только для простых товаров. Да, мы будем работать в этом направлении. Будет, появится обязательно. Хорошо, хорошо. Так, еще. Умный фильтр. Выбор между И и ИЛИ для значения множественного свойства будет? А можно какой-то пример? То есть, как это вообще ложится на умный фильтр? Обычно это, как это последовательность выбора. Да, Тарас, пожалуйста, приведите пример, если он у вас есть прям живой, реальный, желательный. Так, что еще? Ну, Юр, наверное, давай уже пойдем. Вопросов у нас еще много. Давай в конце сделаем. Давай, попробуем в конце. Я не буду сейчас переключаться на свою презентацию, там совсем коротенький слайд. Мы лишь рассказываем, что мы добавили возможность работы с контекстной рекламой. То есть, в нашем продукте появилась возможность взаимодействовать с такими площадками, как Яндекс.Директ, и управлять ими из нашего продукта. Юра, наверное, сейчас прямо сразу же это покажет, чтобы нам не дергаться. Давай, Юр. В разделе сервиса интернет-магазина появился новый пункт, это контекстная реклама. Пока здесь доступен только Яндекс.Директ, пока доступен только Яндекс.Директ, но в будущем мы сделаем, мы его расширим и добавим сюда еще Google AdWords. А планируем какие-то на Бигун, там не знаю, что еще? Нет, Бигун достаточно мало стал использоваться на рынке. Пока планируется только Яндекс.Директ и Google AdWords. Для входа в Яндекс.Директ, для подключения Яндекс.Директа, естественно, вы должны настроить его на самом Яндексе. У вас должен быть аккаунт, который можно привязать. У меня аккаунт такой есть, я получаю код. Надо будет сменить данные. Подключаю свой каталог к своему магазину, вернее, мой аккаунт в Яндекс.Директе. Вот я настроил, авторизация пройдена. Я могу загрузить из Яндекса уже готовые компании, которые у вас есть внутри Яндекса. У меня там три компании, они вот четыре уже даже компании, которые вот загрузились в данный момент. То есть, компании могут работать, могут не работать, они загружаются в систему. Добавляем новую компанию. Рекламная компания. Сегодня какое? 11 число? Ну, отлично. 11, 12, 2014. Вебинар. Чтобы нам ее находить. Начало рекламной компании. Емейл рекламной компании. Вы сразу же для рекламной компании можете задать минус слова. Ну, какие мы слова можем задать? Предположим, бесплатно. Даром. Скачать. На халяву. Ну, конечно же на халяву. То есть, чтобы не тратить деньги на данную рекламу. Те, кто пользуются рекламой, в принципе, понимают. Максимальный недельный бюджет. Ну, пусть он у меня будет 100 долларов. Максимальная ставка. Ну, я жадный, пусть будет 0,5. Мы предлагаем три варианта рекламных бюджетов. Вообще, у Яндекс поддерживают, насколько я знаю, 5 или 6 рекламных стратегий. Мы поддерживаем три рекламные стратегии на данный момент. Это недельный бюджет, недельный пакет кликов и средняя цена за клик. Пусть будет у нас недельный бюджет. Сохраняю рекламную компанию. Рекламная компания добавилась. Вот она у нас вверху. Она добавляется как черновик. У нас нет объявлений. У нас нет объявлений. У нас, естественно, нет никаких расходов. Ничего. Давайте войдем в рекламную компанию. Появляется дополнительная вкладочка со статистикой. Она предупреждает, что статистики никакой нет. Здесь будут графики, которые показывают данные. Добавим объявление. Заголовок. Что будем продавать с тобой? Чай. Чай? Ну давай. Чай. Черный. Клевый. Сразу же вы видите, как выглядит объявление именно в Яндексе. Это тот вид, который вы в Яндексе конкретно увидите. Текст объявления. Чай. По самым выгодным ценам. Почти даром. Тапки подскажут. Что ты тапки-то не продаешь? Тапки подожди. Блин. И тапки. И тапки в подарок. И тапки в подарок. Все. Вы видите ссылочку, которая есть внизу. У нее есть дополнительные параметры, которые добавляются, чтобы отслеживать данное объявление. Я об этом немножко расскажу позже. Ссылку вы можете задавать любую. Это не обязательно может быть ваш товар. Это может быть какая-то ваша внутренняя страница. Я поэтому и начал создавать объявление не из товара. Я сейчас немножко тоже позже скажу. А просто создавать рекламное объявление в рамках самостоятельного объявления. Тем самым вы можете эти объявления делать не обязательно на товар. Вы можете делать на любую страничку. Можно создавать на один товар, например, несколько рекламных объявлений. Но об этом тоже чуть позже. Все. Я задал объявление. Объявление меня в принципе устраивает. Ссылка меня пока тоже устраивает. Я таргетинг. Вы можете задать те страны или города, которыми вы работаете. Города жирным появляются справа. Те, которые выбраны. Вот выбрана вся Россия. Россия выбрана. Если я, например, убираю Самару и область. То написано, что кроме Самары оно написано нежирным и как бы выделяется. А скажи, пожалуйста, вот этот список местоположений берется с Яндекса. Автоматически подгружается? Автоматически подгружается с Яндекса. Когда дойдем на местоположение, я скажу, как мы такую связь интересную сделали. Ключевые слова. Задаем ключевые слова. Чай. Черный, да, мы там, кажется, продавали. И тапки в подарок. Тапки мы продавали. Тапки. Тапки. Ну, что мы еще там, не знаю. Байховый натуральный. Байховый. Натуральный. Беспроситель. Беспроситель. Пойдет. Получаем поисковую статистику. Делается запрос на Яндекс. Запрос иногда делается очень долго. Все зависит от скорости работы Яндекса. Если запрос не выполнился, выводится ошибка, мы ее обрабатываем, вы можете сделать повторный запрос. Все как бы на уровне Яндекса. Он показывает конкретные слова, показывает частотность появления этих слов. Вы можете развернуть этот как бы текст и видеть, что черный чай. И он сразу же показывает, что искали со словом черный чай. Вы можете выбрать какие-то дополнительные слова, и они автоматом, если вы видите, вверху появляются. То есть я добавляю, они здесь добавляются. Также Яндекс показывает дополнительно, что искали еще люди с черным чаем. Вы тоже можете добавлять его в объявление. Так делается по каждому из слов или ваших фраз. После того, как вы фразы одобрали, вы можете получить прогноз бюджета. Это также делается запрос на Яндекс. Операция не быстрая. Могу сразу сказать вам небольшой лайфхак. Вы можете запустить сразу поисковую статистику и получение прогноза бюджета. Это делается автоматически, но имеет смысл только тогда, когда вы не добавляете какие-то дополнительные слова. То есть вы не будете ничего выбирать. Запрос выполняется независимо в два потока. Сформировался бюджет. Он мне говорит, что в среднем я на 170 долларов себе тут уже накликал. Это на 170 долларов что, в месяц? В нижнем блоке я на 170 долларов попаду. Вы можете выбирать, смотреть, как стоимость будет в каком из блоков. Выбирать приоритет показа. Высокий, низкий или средний. Это опять-таки все стандартно для Яндекса. Мы здесь настройки ничего не будем. Вы можете добавить дополнительные минус-слова для конкретного объявления. То есть для рекламной кампании это общие минус-слова. Вы знаете, что на Яндексе минус-слова ограничены достаточно небольшим количеством, поэтому мы разделили. Часть минус-слов может быть общими и часть минус-слов может быть для конкретного объявления. Ну давай так белый чай добавим. Самый дорогой, конечно же. Да, ну надо его выкинуть, чтобы он не продавался. Так, сохраняем объявление. Объявление сохранилось. Это если у вас объявление создано для неконкретного товара. Мы интернет-магазин, мы все-таки занимаемся продажей товаров. Мы не контентщики. Не было бы большого смысла делать эту интеграцию просто ради того, чтобы сделать интеграцию. Вы это можете все делать на Яндексе. Для чего мы и какие фишки мы хотели сделать, чтобы это получить? Во-первых, вы объявление можете привязывать к конкретным товарам. Вот у меня сейчас нет никакой привязки. Ты любимые мои тапки хотел, сейчас мы их к тапкам и привяжем. Тапочки «Любимый спорт», это мой топ сезона. Привязываем объявление к конкретному товару. Объявление может быть привязано как к нескольким товарам, так и может быть привязано несколько объявлений к одному товару. Для чего мы это делаем? А вот здесь уже начинается наша фишка, самое главное. Это то, что я здесь сделал картинку. К сожалению, я не могу вам показать статистику вживую, я вам покажу макет. Вживую не могу показать, потому что это не рабочий магазин, и я вам на макете покажу. Предположим, вы привязали к одному товару несколько объявлений. Вы как бы устраиваете некое такое АБ-тестирование. Объявления показываются, и мы отслеживаем, мы знаем ваши продажи, мы знаем данные по вашему магазину. Эти данные не знает никто, и это достаточно сложно настраивается в рекламных сетях. Мы настраиваем, мы видим эту систему, мы видим, что рентабельное это объявление или не рентабельное. Мы знаем себестоимость, которую вы можете задать, и, соответственно, знаем ваш доход. И мы можем сказать, что вот это объявление, оно у вас убыточно, и вы его можете быстренько остановить. То есть, вернее, вот это прибыльное наоборот объявление, а второе объявление на этом же товаре, оно убыточно. И вы можете остановить объявление, тем самым вы можете, как бы запуская объявление, отслеживать эффективность этих объявлений. Вот то, что в Урле добавлялось, это вот эти вот кодики, которые дают нам возможность отслеживать по этому объявлению кликабельность этого объявления, отслеживать покупки по этому объявлению, соответственно, выносить суждение о окупаемости этого объявления или нет. Говорят, круто, конечно, круто. Все, идем дальше. В принципе, про рекламную кампанию все. Здесь все стандартно. Вы можете делать рекламу для обычных страниц, вы можете делать рекламу для товаров. На товарах можно делать некое такое АБ-тестирование и отслеживать эффективность ваших объявлений. Так, буквально два вопроса. Можно ли после настройки в Bittrex изменить настройки в Яндекс.Директ? Да, конечно. Мы отслеживаем эти все вещи. Вы можете изменить в Яндекс.Директ. И у нас есть кнопочка «Обновить», которая дает возможность проверить вот эти настройки и совместить их. Спасибо. Что будет, если я загружу настройки кампании со стратегией, которой у вас нет? Ничего не будет, вы не сможете эту стратегию редактировать. Есть ли генерация объявлений по товарам? Есть. Вы можете зайти в конкретный товар и сгенерировать объявление. Все, пойдем дальше. Сейчас у нас расскажем про местоположение. Мы немножечко, да, если хватит времени, расскажем еще и про диалог добавления товара. Расскажем обязательно. Хорошо. Давай Юру сразу же покажем. Мы выпустили новое местоположение, добавили бесконечную вложенность и расширили базу по России до улиц. Юр, покажи, пожалуйста, как нам перейти все остальное. Последовательно. Давай. Во-первых, наконец-то мы избавимся для активации новых местоположений. Перейдите, пожалуйста, на страницу. Переходим. Наконец-то. Выполняем переход. То есть мы делаем конвертацию данных в новое местоположение 2.0. Конвертация достаточно быстренькая. Наши данные сконвертировались. Ничего фактически не изменилось. Сейчас зайдем в наше местоположение. Ну, для вас, как для магазина. Все осталось по-прежнему. Ваш список местоположений. Вот он есть. Все сконвертировалось. Все хорошо. Но так как мы, Олег уже сказал, что расширили базу местоположений, мы очищаем список местоположений. Я не хочу использовать старые местоположения. Я их очистил. Мы находимся в импорте местоположений. И мы видим, что появилась возможность загружать конкретные местоположения для конкретных стран. Я буду работать с Россией. Сразу же скажу, что если вы будете загружать местоположения до улиц, а для российской базы это возможно, то будьте внимательны. Эта операция может быть очень долгой. Старайтесь сделать ее в то время, когда нагрузка на сервер минимальная. Полная загрузка всей базы – это полтора миллиона записей. Это свыше полтора миллиона записей. Да, мы замеряли. На слабеньком сервере выполняется около двух часов. На моем достаточно слабом сервере – это полтора часа. На сильных машинах – это 30-40 минут. Поэтому, когда вы будете загружать Россию до улиц для всей России, старайтесь выбрать время, когда сервер менее нагруженный, чтобы ваши клиенты не потеряли работу хорошую с ним. Я загружу только Калининград, чтобы не задерживать. Почтовые индексы. У нас появилась возможность написать почтовые индексы, все автоматически заполнится, или вы можете написать данные, и индекс автоматически заполнится. Мы с индексами начинаем работать. У нас появилась возможность сделать связь с Яндекс.Маркетом и вообще загружать индексовые коды. Вот как раз на основе этих кодов сделаны вот эти города, которые ты спрашивал. Я их сейчас загружать не буду. Геокоординаты. Тоже пока не используются, но мы их загружаем для России, и мы в будущих релизах планируем с ними работать. Я загружу до улиц. Еще раз. Мы можем загружать страну, округ, область, регион, город, село, улицу. Я хочу до улиц. Я загружаю только Калининград, чтобы это было просто быстро. Удалять все существующие местоположения я их уже удалил. Ну, запускаем наш любимый импорт. Импорт запущен. Начинаются загружаться города. Пока это грузится, это немножко займет времени. Минуты 3-4. Да, как раз по контексту. Когда ждать по гуглу модуля контекст? Вот как только мы закончим полностью работу и выпустим людям по Яндексу, посмотрим немножко на фидбэк, мы начнем параллельно делать гугл и выпустим его. А есть ли смысл устанавливать внешний код метрики или лучше использовать внутренний модуль аналитики? Смотря для чего. Если вы пользуетесь метрикой, то пользуйтесь метрикой и дальше. Наша аналитика немножко проще, чем аналитика того же Яндекса или того же Гугла. Поэтому, если вы привыкли к ней, пользуйтесь ей. Тут все зависит от вас, что вам удобнее, скажем так. Николай спрашивает, а можно ли добавить уже имеющуюся рекламную компанию? Да, конечно. Вы можете загрузить рекламную компанию. Самое главное, чтобы она попадала в те три типа рекламных компаний, с которыми мы работаем. Если она не попадает, то, к сожалению, вы через магазин с ними работать не сможете. Замечательно. А можно ли настроить отключение объявления при отсутствии товара на складе? Или при отключении товара? Пока нет, но в будущем, да, я согласен, это очень важная штука. Мы ее обязательно добавим. А для большой массы товаров, большого количества товаров, можно как-то скопом дать, делать объявление? Пока нет. А как вы сможете сделать объявление? Как система будет знать, что вы хотите там написать? Да, хороший вопрос. Встречный. Импорт завершен. Импорт завершен. Отлично. Идем в публичный раздел. Здряя убежал с административки. У меня же здесь открыт он был. Наши любимые тапочки. Мы с ними сроднились. Мы их купим, перейдем в корзину. Корзина сейчас упадет, у нас не упала. Отлично. Оформляем заказ. Ну, это я же там мучил настроечками всякими. Ой, разворачиваем профиль. Здряя пошел в этот. Торопишь ты меня? Подождите, мы загрузили местоположение, ну, мы бы были мы, не мы, если бы просто сделали добавление каких-то там городов и расширили систему просто вот в такую схему. Мы добавили возможность работать гибко с местоположениями в рамках сайтов. Если раньше делали как? Загружали для конкретного сайта только те местоположения, с которыми работали. А если на проекте получалось много местоположений, было тяжело делать, это группами как-то выкручивали, что-то делали, это было непрозрачно и достаточно сложно настраивано. Теперь вы можете загрузить, например, всю Россию, у вас на одном ключе 3-4 проекта, как у меня, и, соответственно, вы сможете зайти в редактирование и выбрать для конкретного проекта, в данном случае у меня он один, выбрать именно те местоположения, давайте я удалю, которые старые, именно те местоположения, с которыми будет работать конкретный магазин. Так как у меня только Калининград, я выбрал весь Калининград. Можно выбирать конкретные города, конкретные области и так далее. Сохраняем. Еще одна интересная возможность, которая появилась, это избранные местоположения. Это прекрасная возможность, которая дает сайту задать... Какие у нас города в Калининграде, кроме Калининграда, ты знаешь? Мамонова, например. Мамонова, Балтийск, Янтарный. Не торопись. Я не умею так быстро работать. Янтарный, твой любимый город. Да, Светлогорск, самый популярный у нас. Курортный город, кстати, коллеги приезжали. Светлогорск. Так, реклама просто прет. Да, все. Ну и хватит. Хватит. Все, мы добавили несколько городов. Сейчас поймем, где это будет использоваться. Сохраняем. Это те местоположения, которые наиболее часто ваши клиенты заказывают товары из этих местоположений, чтобы упростить выбор этих местоположений. Теперь уже наконец-то переходим сюда, в публичный раздел. И вот мы их видим. Так как я их добавил, Мамонова, Янтарный, Светлогорский район, вы можете быстро задавать местоположение внизу. То есть местоположение автоматически будет сразу появляться. Мамонова, Светлогорск. Сразу же, если вы видите, меняется индекс местоположения. То есть у нас есть зависимость на индексе. Очень часто жаловались, что люди не понимают, многие заказчики, что такое индекс. Потому что мало кто пользуется вообще почтой. И постоянно индекс не заполняется. Потом посылка дольше идет. Мы попытались загрузить базу индексов. И индексы теперь меняются в зависимости от выбора города. Не для всех есть, правда, поселков и городов индексы. Но в основном мы базу пытаемся делать актуально. Вы можете, кстати, добавлять ее без проблем. Мы выбрали Мамонова. Но Мамонова мы уберем. Давай покажем. Мы же до улиц сделали. Там мы улицы не выбирали. Московский проспект. Где находится наш офис. Московский проспект. Раз. Сразу Калининград. Калининградская область. Московский проспект. Нам остается ввести только дом 261. Квартиры у нас нет. Но пусть будет пятая. И сохранить заказ. Квартира Битрикс. Да. Квартира Битрикс. Заказ сформирован. Давайте посмотрим, как интересно стало и в административном разделе. Вот наш заказ. Делаем его изменением. Не сюда хочу. Нет, сюда хочу. Сюда. Вот оно. Сюда. Вы видите, что и для администратора есть возможность теперь делать такой же поиск. Так, появилась возможность администраторам выбирать вот эти быстрые местоположения, что ускорит оформление заказа по телефону. Также вы можете менять показ выпадашкой либо поиском. Это настраивается внутри компонента. Вы можете здесь тоже менять, чтобы здесь был либо поиск, либо выпадашка, которая будет работать. Выпадашка зависит от уровней вложности. Если у вас пять уровней вложности, то будет пять выпадашек постепенно появляться. Если у вас меньше уровней вложности, то они будут зависеть от количества ваших уровней. Давай идем дальше. Ну, раз мы уже в заказах, давайте покажем нашу последнюю интересную вещь. Мы показаем принудительное использование нашего добавления товаров. Вот это как раз плашечка, она за это отвечает. Что же она делает? Она нам говорит, что нужно выключить вот эту галочку, насколько я помню. Для подключения поиска в диалоге выбрана не подключает и принудительное. Да, я все верно сделал. Снял галочку «Показывать принудительно». И мне нужно сделать переиндексацию. Вы сейчас поймете, для чего я это все делаю. Я переиндексирую мой интернет-магазин. Информационные блоки. Понеслось. Все. Все, переиндексация произошла. Это нас не интересует. Мы этим пользоваться не будем сегодня. Итак, мы в заказе. Делаем обновление. Переходим в добавление товара. Это стал вот такой красивенький диалог. Что интересного у него изменилось? Во-первых, мы стали показывать в виде иконочки тип товара. Вот данная иконочка говорит о том, что это у нас торговые предложения. У нас раньше была кнопочка «Развернуть», она осталась. Мы ее сохранили, но вы теперь по клику можете развернуть. Показываются картиночки разных товаров. Вы можете быстро выбирать. Естественно, есть возможность выбирать в настройках, какие колонки вам показывать, какие нет. Это для любителей добавления артикулов и так далее. Вы можете выбирать товары, разговаривая по телефону. Мы сделали вот такой хитрый лайфхак. Не знаю, понравится вам или нет. Вы разговариваете с какой-то девушкой. Она говорит, я хочу синие джинсы цвет в туфельке. А нет, наверное, беленькие. А нет, я все-таки возьму два. Все, она определилась. Она возьмет две. Вы делаете двойные клики, товары добавляются. Товар добавляется, попадает к нам в заказ. Туфельки добавились. Что еще интересного у нас добавилось внутри этой системы? Мы показываем, где вы находитесь. То есть мы показываем в виде вот такой плашечки поиска, где мы находимся. Соответственно, находясь в верхнем уровне, вы можете делать тапочки, например. Наши любимые, раз мы уже с ними расроднились. Мы сразу быстренько нашли конкретные тапочки. Этот поиск работает, вот всю индексацию, которую мы ради чего мы это делали, он работает очень хитро. Давайте возьмем какие-то наши тапочки и туда что-то добавим. Добавим туда секретную какую-нибудь... Ой, как ты интересный, интригующе говоришь. Ну давай добавим. Добавим туда секретную информацию. Вот, домашние тапочки пойдет. В подробное... Ну, занято. Давайте в неподробное описание. Добавляется какая-то информация, которая там есть у вас в товаре. Чай черный. То есть это специально делаю, чтобы показать, что этой информации у нас в каталоге не было. Ничего из товаров у нас про чай-то точно нет в каталоге. У нас только тапочки. Если я теперь ввожу чай, то если я вижу показанный товар, теперь ваш менеджер, даже если не помнит точно название товара, он сможет его найти очень быстро. Эта скорость достаточно высокая, потому что индексация произошла. Вы сможете находить товары даже по описанию. Он помнит примерное описание, или клиент ему дает невнятное описание. Вот я видел там у вас телефончик такой желтенький, вроде бы Huawei, какой-то там такой с кнопочками. Вы, вводя какие-то такие непонятные слова, сможете попытаться его найти. Вот так вот обновился наш диалог выбора товаров. Мы его наконец-то переделали, и теперь мы его начнем внедрять по всему продукту. Замечательно. В принципе, у нас все. Я готов ответить на вопросы. Ответательная часть у нас все. Мы все рассказали. Да, давай теперь поотвечаем на вопросы. У нас осталось буквально 12 минут. Те, кто любопытные дождались окончания, сейчас мы будем начинать на вопросы. Так, мы начнем, наверное, с самого начала, да? То есть касательно рекомендаций. Можно ли рекомендации, это про бигдату, можно ли рекомендации вводить для разных групп пользователей? Для разных групп пока нет. Мы вот эти группы вообще сами делаем. То есть вы, как таковые, рекомендациями, когда пользуетесь, вы ничего не знаете, что мы рекомендуем. Это с нашей стороны черный ящик. Мы считаем, что для данного пользователя выгодно отдать в виде рекомендации какой-то товар. То есть вот мне отдали вот эти четыре товара. Я просто не понимаю, почему вот этот. Но мне вот, например, вот этот комплектик нравится. Так, понятно. А если у магазина конкурентов просматривался тот же товар? Ну или та же самая модель? Мы уже говорили, мы не передаем. Ага, хорошо. Все в этом хорошо. Так, а как поисковик видит персонализацию? Так же, как обычный товар. Это для поисковика это обычный товар. Ну то есть в виде скрипта какого-то? Ну он по-любому обратится к этой странице и получит какую-то информацию, которую там... Мы ему, конечно, ничего не рекомендуем, но что-то выведем. А сервис берет историю только по конкретному магазину? Или берет историю... Да, мы берем историю заказов, историю работы с вашими пользователями и пытаемся именно для ваших пользователей, именно для вашего магазина делать какие-то подсказки. Все работает в рамках вашего магазина. Да, Александр, сколько будет стоить Big Data через год? Мы, к сожалению, цену не знаем, но она по-любому останется достаточно бесплатной для большого... То есть предварительно Сергей озвучивал тысячу заказов в месяц бесплатно, именно оформленных и оплаченных заказов. Соответственно, это фактически для 70-80% магазинов останется бесплатной навсегда. А автосуммы комплектов уже доступны? Автосуммы комплектов, да, доступны. Я не знаю, выгружены ли нет. Мы как раз вчера проверяли, хотели добавить на вебинар, мы поняли, что не успеем по времени. Автосуммы комплектов, да, сделаны. А слушай, а нет ли у нас... Там не только автосуммы, давай, мы не успели, но я расскажу. Там есть автосумма не только комплекта, там появилась возможность автосуммы веса товара, входящего в комплект, и автосуммы остатков. То есть комплект теперь автоматически рассчитывается по остатку. Если у вас, например, в комплекте стол, который собирается из четырех ножек, и у вас осталось всего восемь ножек, а столешне сто штук, то комплектов будет всего два, потому что ножек есть только на два комплекта. Это будет теперь в автоматическом режиме все работать. Круто. Слушай, а нет ли боязни того, что мелкие магазины просто не будут ввести количественную учет, завершать заказы? Ну, пожалуйста, не завершайте заказы. Нам, в принципе, в каком разрезе это? В бигдатовском разрезе? Ну, они и так тысяча заказов, редко какой маленький магазин долетит. Ну, наверное, в разрезе того, что наши бигдаты просто перестанут работать, что не будут ввести заказы. Нет, 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 пожалуйста. Так, хорошо. Так, а обновляется ли автоматический фасетный индекс, например, после выгрузки? Да, да. После каждого добавления товаров, это вот запуск делается один раз. Вы делаете запуск этого индекса, потом индекс автоматически делается. Но смотрите, если вы делаете выгрузку огромного массива новых товаров из 1С, то фасетный индекс займет еще дополнительное время после того, как товары с 1С попадут. То есть у вас выгрузка с 1С очень сильно замедлится один раз. Да, а насколько быстро будет фасета работать с товарами, у которых 20 свойств, например? Прекрасно будет работать, очень будет быстро. Там фактически мы делали замеры на огромных каталогах, там меньше секунды перебор идет. Ага, но я подозреваю, что вопрос про большое количество товаров, 25-50 тысяч товаров тоже подозреваю, что... Ну, макс на полтора миллиона тестов. Все будет хорошо, коллеги, да. Так, что у нас еще? Когда будут доступны обновления не инфлярчикам? Коллеги, скоро мы тестируем, доводим до... Обновления очень сложные, не торопитесь, ребята. Мы понимаем, что всем хочется быстрее, но сейчас Новый год, у вас пик продаж, и эксперименты делать не стоит. В пик вы как раз спокойненько отобьете этот сезон, спокойно заработаете денег, и в январе, когда будет спад по всем магазинам, сможете как раз новиночками позаниматься. Да, мы заботимся о вас. Можно ли в умном фильтре схлопывать свойства, отображаемые ползунками? Да, причем автоматически... А, ползунками нет. К сожалению, для ползунков свойства не схлопываются. Мы считаем, что ползунки используются для таких важных свойств, что их схлопывать, наверное, не надо. Да, хорошо. Вопрос по местоположению. Бывают такие варианты, когда на одной и той же улице у разных домов разные индексы. То есть одной улице принадлежит несколько индексов. Как будет подставляться индекс? Отлично. Мы базу брали с Фиаса. Это на данный момент самая такая актуальная база. Плюс мы туда добавляли данные с Яндекса. Яндекс нам любезно предоставил информацию по своим данным. Они очень точные. Мы сделали некий такой микс. Если в Фиасе эти данные корректны, в Яндексе эти данные корректны, все будет корректно. Если это некорректно, вы можете в базе ручками поменять и написать нам в техподдержку. Мы исправим внутри. Хорошо. Вопрос по Бигдате. Можно ли в Бигдату выгрузить информацию о предыдущих заказах с другой CMS, например? Нет, нельзя. А можно ли будет какой-то API сделать для этого? API мы будем делать, но это пока в будущем. Пока нельзя. Ага, хорошо. Так, спрашивают. Около 13 тысяч товаров в магазине. Можно ли как-то автоматизировать нашу систему для Яндекс.Директа? Я не понимаю, как можно автоматизировать объявления. У меня товаров как бы меньше, но даже с меньшим количеством товаров. Я не понимаю, как я могу это автоматизировать. Каждый товар уникальный. Каждому товару желательно подбирать минус-слова. Иначе наш вот этот красивый график будет вам постоянно вот такой фейл красненький рисовать. Вы слили деньги и не заработали ничего. Да, так, ну давай, наверное, ответим еще на парочку вопросов. Будет ли такой диалог выбора в инфоблоках при свойстве привязка к элементам? Еще раз не понял. Мы вас не поняли, пожалуйста, уточните. Не уточняют. Хорошо. Так, артикулы. Не будем про это спрашивать? Да. Объявление для группы товаров может составляться по шаблону. Так же, как заполняются метатеги DESTREINS каталога. Я с вами согласен, что это можно делать по шаблону, можно заполнять, но все равно слишком товар уникальный. Это совсем близкие товары, может быть, для разделов. Но идея интересная. Напишите, пожалуйста, о ней на сайте идеи. Посмотрим, как на нее отреагируют люди. Если это действительно будет интересно клиентам, то мы, скорее всего, добавим эту возможность. Ну давай, у нас еще есть 7 минут. Последние уже вопросы, кстати, вот ответим. Ну хорошо, хорошо. Давай, сейчас мы с тобой еще ответим на вопросики. Так, сейчас я их открою. Уже закрыл, конечно же. Шустрый ты парень. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Да. Сейчас я разверну вкладку. Я уже приготовился уже. Свинять ты приготовился. Так, сразу же видно, геймеры проводят презентацию. Анастасия, спасибо, мы уже не играем, наверное, лет 5. Так, минус слова не обязательно, достаточно включить точное соответствие. Согласен с вами, но все-таки минус слова дают возможность уменьшить расход лишних денег. Вот у нас есть сайтик, который, например, называется «Чай». Вот как раз мы его сегодня на презентации пытались там что-то на нем делать. И вот если я просто сделаю рекламу по слову «Чай», не сделав никаких уточнений и каких-то ограничений, то я просто солью бюджет. Вероятность покупок будет минимальна. Очень маленький будет рентабельность этого объявления. Как раз-таки вот наша фишка, наша изюминка этого сервиса в том, что мы сможем вам сказать, а окупаемое ли это объявление. Причем вот это объявление не обязательно не окупаемое из-за того, что оно плохое. А это вот здесь, кстати, видно будет, что объявление окупаемое или нет. Вы здесь можете увидеть, что данное объявление не окупаемое, и можете попытаться проанализировать, почему оно не окупаемое. Может быть, не хватает каких-то минус слов, может быть, переделать текст и так далее. Делая несколько объявлений в рамках одного товара, вы сможете выявить различные зависимости и эффективности каких-то объявлений. Если сделать, что объявление показывается по одной ставке, по одной схеме рейтинга, это будет некое такое АБ-тестирование для ваших объявлений. Спасибо. Почти все клиенты просят сделать красивые SEO-ссылки в результатах фильтрации. Мы что-то планируем такое делать по умолчанию? В результатах фильтрации я очень часто это спрашиваю, я не могу понять, зачем это нужно. Вообще, мы хотели на следующий релиз заняться ЧПУ и красивыми SEO-ссылками. Напишите, пожалуйста, на сайте идей подробно, зачем это нужно, потому что на самом деле я совсем не понимаю, зачем мне в фильтре делать ссылки какие-то там SEO. Фильтр – это изменяемая вещь. Вариаций на большом магазине может быть миллион. Это получится миллион из страниц пустых ни о чем. Какую пользу они принесут Яндексу? Я предполагаю, что Яндекс, наоборот, запессимизирует этот контент весь и понизит в выдаче ваш магазин вообще в сумме. Да, хорошо. Еще по фасете. А можно в фильтр вывести свойства торгового предложения типа справочник? Насколько помню, раньше было нельзя. Вот, я показал вживую сегодня справочники выводить. Жанна, можно. Так, все, коллеги, мы завершаем наш вебинар. Сейчас я вам задам парочку вопросов, сделаю себя презентером, покажу мой экран. Коллеги, был ли вам полезен наш вебинар? Мы традиционно задаем этот вопрос. Пожалуйста, поставьте нам плюсики в questions, либо смайлик, либо еще какое-то доброе слово. Скажите, чем был полезен. Пожалуйста, дайте обратную связь. Если полезен не был, то, пожалуйста, дайте нам также обратную связь. Скажите, как мы можем улучшить наши вебинары по Bittrex управления сайтом, по Bittrex24. Мы обязательно читаем ваши отзывы и постараемся сделать наш вебинар еще лучше. Как говорил Юра, очень часто отсылал вас на сайт идей. Пожалуйста, пишите ваши идеи на нашем сайте. Мы каждый день все идеи просматриваем, даем обратную связь вам, говорим, что мы делаем с идеей, внедряем ее или отложим, объясняем почему. Вы помогаете создавать нам продукт, вы помогаете делать наш продукт лучше. Коллеги, пожалуйста, заходите. Ну и, собственно, у нас все. Наши контакты вы видите сейчас на экране. Пожалуйста, добавляйтесь в нетворк, задавайте свои вопросы. Если у вас есть какие-то идеи, пожелания, пожалуйста, пишите. Большое вам спасибо за внимание. Мы рады, что вы были с нами. Хорошего вам дня. Юрик, спасибо тебе большое за ответы на вопросы. Всем спасибо, кто присутствовал. Надеюсь, что вам понравилось. Да, мне даже самому очень понравилось. Коллеги, спасибо, любим вас. Целуем, до встречи. Всего доброго, хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok